Ити вутака. Ити вутака это четвертая книга Кхуда Каникаи. В собрании Ити вутаки содержится 112 суд, каждый из которых начинается с фразы «Так, Ити, было сказано вутами благословенным». Все собрание Ити вутаки традиционно приписывается мирянке по имени Кхуджутара, которая жила во дворце царя Удены из Касамбе и была прислужницей у одной из его цариц Самовати. Поскольку сама царица не могла покидать дворец и слушать проповеди Будды, вместо нее отправлялась к Кхуджутара. Она запоминала все, что говорил Будда, а затем возвращалась во дворец и пересказывала это царице и пятиста служанкам. За подобные старания в запоминании Дхаммы Будда нарек к Кхуджутару, самый выдающийся среди буддисток мирянок в плане изучения Дхаммы. Она также была достаточно хорошим учителем, когда позже дворец сгорел и в пожаре погибли все пятьсот служанок вместе с царицей, Будда отметил в Удане 7-10, что все эти женщины достигли как минимум первой степени пробуждения Сатапана. Некоторые ученые считают, что сутты Ити вутаки являются одними из наиболее древних. Ити вутака один-один. Так было сказано благословенным, сказано архатом, и так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Какое одно качество? Отбросьте жажду, как одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано. Жажда, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, жаждущие. Правильно распознав эту жажду, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Какое одно качество? Отбросьте отвращение, как одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано. Отвращение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, недовольные. Правильно распознав это отвращение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Итиутака, 1, 27. Так было сказано благословенным. Сказано архатом. И так я слышала. Все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению в небесных мирах, не может сравниться даже с 1,16-й освобождение ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как свет всех звезд на небе не может сравниться даже с 1,16-й долей сияния луны, поскольку луна, превосходя их, поскольку луна, превосходя их, сияет и пылает ослепительным блеском. Так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с 1,16-й освобождение ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как в конце сезона дождей осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце озаряет все то, что погружено во тьму, сияющее и пылающее ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с 1,16-й освобождение ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как в предрассветных сумерках светит утренняя звезда, сияющая и пылающая ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с 1,16-й освобождение ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано. В осознанности, развивая безграничную доброжелательность, поты изнашиваются, поскольку виден конец обретений. Если с неомраченным умом вы испытываете доброту даже к единственному существу, вы разовьете умелое от этого. Но благородный развивает доброту ко всем существам, и это изобилие заслуг. Царские предсказатели, покорившие земли, населенные живыми существами, свершают жертвоприношения. Они приносят в жертву лошадь, человека, свершают водные обряды, обряды тела, обряды беспрепятственности. Но это не сравнится и с одной шестнадцатой ума, развившего доброжелательность, подобно тому, как все созвездия, не превзойдут одной шестнадцатой блеска луны. Тот, кто не убивает сам, не принуждает к этому других, не завоевывает сам, не принуждает завоевывать других. С доброжелательностью, относясь ко всем, ни с кем не имеет вражды. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. ИТИВУТАКО 2.1 Так было сказано благословенным, сказано архатом, и так я слышала. Наделенный этими двумя вещами, монах мучается в этой жизни, обеспокоенный, страдающий и встревоженный, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в плохой удел, какими двумя? Недостаточной охраной дверей чувств и незнанием умеренности в еде. Наделенный этими двумя вещами, монах мучается в этой жизни, обеспокоенный, страдающий и встревоженный, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в плохой удел. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано. Глаз, ухо и нос, язык, тело и ум, когда монах оставляет эти двери незащищенными, не зная умеренности в еде и не воздерживая себя в чувствах, он испытывает мучения, страдания в теле, страдания в уме. Сгорая в теле и сгорая в уме, и днем, и ночью, он пребывает в муках. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Итиутака, два, два. Так было сказано благословенным, сказано Архатом. И так я слышала. Наделенный этими двумя вещами, монах живет спокойно в этой жизни, не обеспокоенный, не страдающий и не встревоженный. И после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в благою делу. Какими двумя? Охраной дверей чувств и знанием умеренности в еде. Наделенный этими двумя вещами, монах живет спокойно в этой жизни, не обеспокоенный, не страдающий и не встревоженный. И после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в благою делу. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано «Глаз, ухо и нос, язык, тело и ум». Когда монах хорошо охраняет эти двери, зная умеренность в еде и воздерживая себя в чувствах, он испытывает покой, легкость в теле, легкость в уме. Не сгорая в теле и не сгорая в уме, и днем, и ночью он живет спокойно. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так «Я слышала». Ити вутака 3.1 Так было сказано благословенным, сказано архатом. И так «Я слышала». Есть три корня того, что является неумелым. Какие три? Жажда. Корень того, что неумело. Отвращение. Корень того, что неумело. Неведение. Корень того, что неумело. Таковы три корня того, что является неумелым. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано «Жажда, отвращение, неведение, убивают, убивают того, самого человека со злым умом, из которого они и родились, подобно плодоносящим ветвям бамбука». Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так «Я слышала». «Я слышала». Есть эти три свойства. «Я слышала». «Я слышала» «Я слышала». «Я слышала». Бесформенного. Освобожденные в прекращении — это те, кто оставил смерть позади. Коснувшись свойства бессмертия, свободного от приобретений, познав оставление приобретений, лишенный загрязнений ума, правильно самоосвобожденный, учит незапыленному состоянию, в котором нет печали. Это также было сутью того, что сказал благословенный. Итак, я слышала. Комментарии к сутте. Форма. Имеется в виду миры форм, соответствующие четырем рупаджанам. Бесформенность. Имеется в виду бесформенные миры, соответствующие четырем рупаджанам. Свойство прекращения — это Нибана, полное отсутствие страдательности. Итивутака 4.1 Так было сказано благословенным. Сказано архатом. И так я слышала. Я — Брахман, отзывчивый к просьбам, великодушный, носящий свое последнее тело, непревзойденный доктор и хирург. Вы — мои дети, мои сыновья, рожденные из моего рта, рожденные из Дхаммы, созданные Дхаммой, наследники Дхаммы, а не материальных вещей. Есть два вида даров. Дар материальных вещей и дар Дхаммы. Из них наивысшим является следующий — дар Дхаммы. Есть два вида того, чем можно поделиться — материальными вещами и Дхаммой. Из этих двух наивысшим является вот что — Дхамма. Есть два вида помощи. Помощь материальными вещами и помощь Дхаммой. Из этих двух наивысшим является следующее — помощь Дхаммой. Есть два вида массовых подношений. Массовое подношение материальных вещей и массовое подношение Дхаммы. Из этих двух наивысшим является следующее — массовое подношение Дхаммы. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано «Щедрый, делающий массовое подношение Дхаммы, Татхагатта, сострадательный ко всем существам, такому, лучшему из существ, божественных и человеческих, живущие оказывают почтение тому, кто вышел за пределы становления». Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Идти вот так-ка, 4, 2. Так было сказано благословенным. Сказано Архатом. И так я слышала. Эти четыре вещи почти ничего не стоят, легко получаемы и не вызывают порицания. Какие четыре? Выброшенная ткань почти ничего не стоит, легко получаема и не вызывает порицания. Еда, полученная, как подаяние, почти ничего не стоит, легко получаема и не вызывает порицания. Корень дерева в качестве жилища почти ничего не стоит, легко получаем и не вызывает порицания. Лекарство, сделанное из вонючей мочи, почти ничего не стоит, легко получаемо и не вызывает порицания. Таковы четыре вещи, что почти ничего не стоят, легко получаемы и не вызывают порицания. Когда монах удовлетворен тем, что почти ничего не стоит, легко получаемо и не вызывает порицания, то тогда, я говорю, он наделен одним из факторов созерцательной жизни. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано. Довольствующийся тем, что не вызывает порицаний, почти ничего не стоящим, легко добываемым, его ум не озабочен жилищем, одеждой, едой или питьем. Все четыре стороны света для него не преграда. Эти вещи объявлены благоприятными для созерцательной жизни монаха, осознанного и удовлетворенного. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Комментарии к сутте. Лекарство. Одна из базовых необходимостей монаха. Есть некоторые разночтения по поводу того, что здесь имеется в виду. Лекарство из трав, замоченное в моче, или же сама моча в качестве лекарства, что все еще практикуется в некоторых частях Азии и по сей день. Лобха сутта. Жажда. Ити один один. Так было сказано благословенным, сказано арахантом. И так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, я гарантирую вам не возвращений. Какое одно качество? Отбросьте жажду как одно качество, я гарантирую вам не возвращений. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, жажда, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, жаждущий, правильно распознав эту жажду, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Доса сутта, злоба. Ити один-два. Так было сказано благословенным, сказано арахантом. И так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, я гарантирую вам не возвращений. Какое одно качество? Отбросьте злобу как одно качество, я гарантирую вам не возвращений. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, злоба, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, недовольные, правильно распознав эту злобу, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Моха-сутта, заблуждений. Ити один-два. Так было сказано благословенным, сказано арахантом. И так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, я гарантирую вам не возвращений. Какое одно качество? Отбросьте заблуждение как одно качество, я гарантирую вам не возвращений. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, заблуждение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, запутанные, правильно распознав это заблуждение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Котха-сутта, злость. Ити один-четыре. Так было сказано благословенным, сказано арахантом. И так я слышала, отбросьте, монахи, одно качество, я гарантирую вам не возвращений. Какое одно качество? Отбросьте злость как одно качество, я гарантирую вам не возвращений. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, злость, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, обозленные, правильно распознав эту злость, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Маткха сутта, презрение. Ити 1.5. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, отбросьте, монахи, одно качество, я гарантирую вам не возвращение. Какое одно качество? Отбросьте презрение как одно качество, я гарантирую вам не возвращение. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, презрение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, высокомерные, правильно распознав это презрение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Мана сутта, самомнение. Ити 1.6. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, отбросьте, монахи, одно качество, я гарантирую вам не возвращение. Какое одно качество? Отбросьте самомнение как одно качество, я гарантирую вам не возвращение. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, самомнение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, горделивые, правильно распознав это самомнение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Саббапаринья сутта, понимание всего. Ити 1.7. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, тот, кто полностью не познал и не понял всего, один, чей ум не был отмыт от страсти к этому, не отбросил этого, тот не способен положить конец страданиям. Но тот, кто полностью познал и понял все, чей ум был отмыт от страсти к этому, отбросил это, тот способен положить конец страданиям. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, зная все вокруг, невлеком и страстью к чему бы то ни было, он, постигнув все, вышел за пределы всяческого страдания. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Один, все означает шесть чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, познание, и соответствующие им объекты. Монопаринья сутта, понимание самомнения. Ити 1.8. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, тот, кто полностью не познал и не понял самомнений, чей ум не был отмыт от него, кто не отбросил этого, тот не способен положить конец страданиям. Но тот, кто полностью познал и понял самомнений, чей ум был отмыт от него, отбросил это, тот способен положить конец страданиям. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, люди охвачены самомнением, скованы самомнением, и наслаждаются становлением. Не постигая самомнения, они приходят к становлению опять. Но тот, кто, отпуская самомнение, с его распадом освобождён, побеждая оковы самомнения, выходит за пределы всех оков. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Лабхапаринья сутта, понимание и жажды. Ити 1.9. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, тот, кто полностью не познал и не понял жажду, кто не отсоединил свой ум от неё, не отпустил её, тот не способен положить конец страданиям. Но тот, кто полностью познал и понял жажду, кто отсоединил свой ум от неё, отпустил её, тот способен положить конец страданиям. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, жажда, за счёт которой существа отправляются в плохие уделы, жаждущий, правильно распознав эту жажду, тот, кто видит, отпустит, и ее, отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Досопаринья сутта, понимания и злобы. Ити 1.10. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, тот, кто полностью не познал и не понял злобу, чей ум не был отмыт от злобы, кто не отбросил этого, тот не способен положить конец страданиям. Но тот, кто полностью познал и понял злобу, чей ум был отмыт от злобы, кто отбросил это, тот способен положить конец страданиям. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано злоба, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, недовольные, правильно распознав эту злобу, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Махапаринья сутта, понимание и заблуждение. Ити 1.11. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, тот, кто полностью не познал и не понял заблуждения, чей ум не был отмыт от заблуждения, кто не отбросил этого, тот не способен положить конец страданиям. Но тот, кто полностью познал и понял заблуждение, чей ум был отмыт от заблуждения, кто отбросил это, тот способен положить конец страданиям. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано заблуждение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, запутанные, правильно распознав это заблуждение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Катхапариния сутта, понимание злости. Ити 1.12. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, тот, кто полностью не познал и не понял злость, чей ум не был отмыт от злости, кто не отбросил этого, тот не способен положить конец страданиям. Но тот, кто полностью познал и понял злость, чей ум был отмыт от злости, кто отбросил это, тот способен положить конец страданиям. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано злость, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, обозленные, правильно распознав эту злость, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Макхапаринья сутта, понимание презрения. Ити 1.13. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, тот, кто полностью не познал и не понял презрения, чей ум не был отмыт от презрения, кто не отбросил этого, тот не способен положить конец страданиям. Но тот, кто полностью познал и понял презрение, чей ум не был отмыт от презрения, кто отбросил это, тот способен положить конец страданиям. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано презрение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, высокомерные, правильно распознав это презрение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Авиджа Неварана Сутта, помеха невежества. Ити 1.14. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, я не вижу какой-либо иной преграды помимо невежества, огражденные которой, существа продолжают блуждать и скитаться, в круговерти перерождений, в течение долгого-долгого времени. Огражденные преграды невежества, существа блуждают и скитаются в течение долгого-долгого времени. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, ничто так не ограждает людей по мере их скитаний днем и ночью, как заблуждение, которым они схвачены. Но тот, кто отпустил заблуждение, вдребезги разбивает груду тьмы или не странствует больше. Его источника не найти. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Танха Самьеджана сутта, оковы жажды. Ити 1.15. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, я не вижу каких-либо иных оков помимо жажды, скованной которыми, существа продолжают блуждать и скитаться, в круговерти перерождений, в течение долгого-долгого времени. Скованные оковами жажды, существа блуждают и скитаются в течение долгого-долгого времени. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, со своим спутником жаждой, человек блуждает долгое-долгое время. Не в этом теперешнем виде, не в каком-либо ином, он не выходит за пределы скитаний. Знает этот изъян, эту жажду, что приносит страдания свободной от жажды, лишенный цепляний я, осознанный монах живет на подаяниях. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Патхама Секха Сутта, ученик, Ай. Ити 1.16. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, в отношении внутренних факторов, помимо, фактора, уместного внимания, 1. Я не вижу ни одного иного, такого же полезного для тренирующегося монаха, 2. Который, еще, не достиг цели, своего, ума, но пребывает в устремлении к непревзойденной защите от подневольности, 3. Монах, который уместным образом направляет внимание, отбрасывает неумелое и развивает умелое. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, уместные внимания, качество монаха в обучении, ничто иное не способствует столь сильно достижению конечной цели. Монах, прилагая старания уместным образом, достигает окончания страданий. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 1. Уместные внимания, явнисаманасикара, это способность фокусировать внимание на тех аспектах, которые ведут к прекращению страданий. В МН-2 перечисляются вопросы, уделение внимания которым не соответствует уместному вниманию. Это вопросы вроде, был ли я в прошлом, буду ли я в будущем, есть ли я, что я такое, каков я, и так далее. Подходящие темы для направления внимания таковы, это, страдания. Это, источник страдания. Это, прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страданий. Примечание переводчика СВ, другими словами, можно сказать, что уместное внимание, это то, что направлено на познание и осмысление четырех благородных истин. 2. Тренирующийся монах означает монаха, который достиг как минимум первой степени пробуждения, но еще не конца пути. 3. Есть 4. Подневольность или ярма, чувственная страсть, существование, воззрение, невежество. Дутия Секха Сутта, ученик, Ай-яй. Ити 1.17. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, в отношении внешних факторов, помимо, фактора, дружбы с хорошими друзьями. 1. Я не вижу ни одного иного, такого же полезного для тренирующегося монаха, который, еще, не достиг цели, своего, ума, но пребывает в устремлении к непревзойденной защите от подневольности. Монах, который дружит с хорошими друзьями, отбрасывает неумелое и развивает умелое. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, монах, у которого хорошие друзья, почтительный, вежливый, поступающий во согласие с советами своих друзей, осознанный и бдительный, шаг за шагом он идет к окончанию всяческих оков. Это также было сутью того, что сказал благословенный, «И так я слышала». Один, ВСН 45 Два Будда говорит, «Хорошая дружба – это вся святая жизнь целиком. Имея такого хорошего друга, как я, существа, подверженные рождению, обретают освобождение от рождения, старения, смерти, печали, отчаяния, боли, истинаний». В Ан 8 54 указано, что хорошая дружба означает не только общение с достойными людьми, но также перенятие на себя их благих качеств. Сангхабхеда сутта, «Раскол в Сангхе». Ити 1.18. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, «И так я слышала, когда эта вещь возникает в мире, это ведет к ущербу для многих, к несчастью для многих, к ущербу и несчастью многих существ, человеческих и божественных». Какая вещь? Раскол в Сангхе. Когда Сангха расколота, возникают споры друг с другом, оскорбления друг друга, сплочения, друг против друга, оставления друг друга. И тогда те, у кого мало доверия, к учению, полностью теряют всякое доверие, тогда как некоторые из уверенных становятся неуверенными. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, обречен на погибель, на отво течении целого цикла мира, тот, кто создал раскол в Сангхе. Радуясь раздором, неблагоразумный теряет защиту от подневольности. Расколов сплоченную Сангху, он варится в аду, целый, цикл мира. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Сангхасамадгисута, единство в Сангхе. ИТ 1.19. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, когда эта одна вещь возникает в мире, это ведет к благополучию многих, к счастью многих, к счастью и благополучию многих существ, человеческих и божественных. Какая одна вещь? Согласие в Сангхе. Когда Сангха в согласии, то нет споров друг с другом, оскорблений друг друга, нет сплочений, друг против друга, нет оставления друг друга. И тогда те, у кого мало доверия, к учению, становятся уверенными, тогда как ранее уверенные еще больше укрепляются в вере. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, согласие в Сангхе блаженно. Тот, кто способствует этому, наслаждаясь согласием, рассудительный, не теряет защиту от подневольности. При внеся согласие в Сангху, он радуется на небесах, целый, цикл мира. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Падуттха-читта-сутта, порочный ум. Ити 1.20. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, бывает так, что у некоего человека порочный ум. Познав такой ум, своим умом, я узрел, если этот самый человек умер бы прямо сейчас, то он оказался бы в аду, как если бы его туда затянули силой. И почему? Потому что его ум порочный. Именно из-за порочности ума существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состояниях лишения, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, зная о случае с человеком, ум которого порочен, пробужденный объяснил это в присутствии монахов. Если бы такой человек умер бы в этот самый миг, он появился бы в аду, поскольку ум его порочен, как будто бы его туда затащили силой. Именно из-за порочности ума существа направляются в неблагие уделы. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Пасанна читта сутта, уверенный ум. Ити 1.21. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, бывает так, что ум некоторого человека чист. Познав такой ум, своим умом, я узрел, если этот самый человек умер бы прямо сейчас, то он оказался бы в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. И почему? Потому что его ум чист. Именно из-за чистоты ума существа после распада тела, после смерти, перерождаются в небесном мире. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, зная о случае с человеком, ум которого чист, пробужденный объяснил это в присутствии монахов. Если бы такой человек умер бы в этот самый миг, он появился бы в небесном мире, поскольку ум его чист, как будто бы его туда затащили силой. Именно из-за чистоты ума существа направляются в благие уделы. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Метта сутта, доброжелательность. ИТИ 1.22. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, не бойтесь деяний, приносящих заслуги. Благие заслуги, это, другими словами, то, что является блаженным, желанным, приятным, прелестным, очаровательным. Я помню, что, длительное время совершая благие дела, я долгое время испытывал блаженные, желанные, приятные, прелестные, и очаровательные результаты. Развивая доброжелательный ум в течение семи лет, я потом не возвращался обратно в этот мир в течение семи циклов развертывания и свертывания мира. Когда был цикл свертывания мира, я отправлялся в мир лучезарного сияния. Когда был цикл развертывания мира, я перерождался в пустой обители Брахмы. Там я был великим Брахмой, непобежденным, повелителем, всевидящим, могучим. Затем тридцать шесть раз я был саккой, правителем дэвов. Многие сотни раз я был царем-миродержцем, праведным властителем Дхаммы, покорителем четырех сторон света, удерживающим устойчивое правление во всей стране, наделенной семью сокровищами, уж не говоря о том, сколько раз я был обычным царем. Мысль пришла ко мне, в чем причина этого плода, какое действие принесло такой результат, что теперь я обладаю таким величием и могуществом. Тогда, следующая, мысль пришла ко мне, это плод трех типов, моих поступков, результат трех видов поступков, благодаря которым я обладаю теперь таким величием и могуществом, даяния, самоконтроля, воздержанности. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, тренируйтесь в деяниях, что приносят заслуги, они принесут длительное блаженство. Развивайте даянии, благую жизнь, доброжелательный ум. Развивая эти три вещи, что приносят счастье, мудрец переродится в мире чистого блаженства. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Убхаятха сутта, прилежание. Ити 1.23. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, предпринятие и развитие этого одного качества сохраняет оба вида блага, благо в этой жизни и благо в будущих жизнях. Какое качество? Прилежание и в отношении умелых качеств. Предпринятие и развитие этого одного качества сохраняет оба вида блага, благо в этой жизни и благо в будущих жизнях. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, мудрые восхваляют прилежание в совершении деяний, что приносят заслуги. Будучи мудрым, прилежным, ты достигнешь оба вида блага, благо в этой жизни, и благо в будущих жизнях. Когда достигнешь своего блага, то будешь зваться просветленным, мудрым. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Адхипунджа сутта, Груда костей. Ити 1.24. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, если бы один единственный человек скитался бы и блуждал, в круговерте перерождений, в течение цикла существования мира, то он оставил бы позади себя груду костей, кучу костей, размером с эту гору Випула, 1, если бы кто-нибудь собирал их, и эти собранные кости не разрушались. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, склад костей одного человека за цикл мира мог бы сравняться с горой, так сказал великий провидец. Но когда он видит правильной мудростью четыре благородные истины страданий, причину страдания, преодоление страдания, и благородный восьмеричный путь, дорогу, ведущую к успокоению страдания, то самое большее, за семь скитаний, прекратив все путы, он положит конец страданию. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 1. Гора Випула находится к северу от утеса ястреба в горном кольце Магадхи. Магадха была страной во время жизни Будды, и в нынешнее время приблизительно соответствует индийскому кругу Бехар. Столица Магадхи, Раджагаха, была окружена кольцом из пяти гор. Будда часто посещал утес ястребов, торчащую одинокую скалу посреди этого горного кольца. Мусавада сутта, ложь. Ити 1.25. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, нет такого злодеяния, которого не мог бы осуществить тот, кто совершает этот проступок, я говорю вам. Какой проступок? Произнесение намеренной лжи. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, тот, кто врет, кто совершает этот проступок, тот не заботится о следующем мире. Нет такого зла, которого он не мог бы совершить. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дана сутта, даяния. Ити 1.26. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, если бы существа знали так, как знаю я, результат даяния и разделения, то они не приступали бы к еде, не поделившись, а также загрязнение и себелюбие не наводняло бы их умы. Даже если бы это была их последняя крошка, последний глоток, они не приступали бы к еде, не поделившись, если бы рядом был бы кто-нибудь, кто мог получить их дар. Но поскольку существа не знают, так как знаю я, результат даяния и разделения, они приступают к еде, не поделившись. Загрязнение и самолюбие наводняет их умы. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, если бы существа знали то, о чем сказал великий провидец, что результат даяния приносит столь огромный плод, тогда, с ярким умом, выдворив грязь самолюбия, они свершали бы даяния в нужное время, делая дары, благородным, где этот дар принесет великий плод. Подав иду как подношение тем, кто достоин подношений, многие дающие, покинув этот мир людей, отправятся на небеса. Родившись там, они возродуются, наслаждаясь усладой чувств. Бескорыстные, они разделят результат дарения. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Метта-Пхавана-Сутта Развитие Доброжелательности Ити 1.27 Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, все основания для совершения заслуг, ведущих, к спонтанному перерождению, в небесных мирах, не могут сравниться даже с одной шестнадцатой освобождением ума доброжелательностью. Доброта, при восходе все это, сияет, лучится, пылает. Подобно тому, как свет всех звезд на небе не может сравниться даже с одной шестнадцатой частью сияния Луны, поскольку Луна, при восходе их, сияет, лучится, пылает, так и все основания для совершения заслуг, ведущие к спонтанному перерождению, в небесных мирах, не могут сравниться даже с одной шестнадцатой освобождением ума доброжелательностью. Доброта, при восходе все это, сияет, лучится, пылает. Подобно тому, как в конце сезона дождей, осенью, когда небо чистое и безоблачное и восходящее солнце озаряет все то, что погружено во тьму, сияет, лучится, пылает, так и все основания для совершения заслуг, ведущие к спонтанному перерождению, в небесных мирах, не могут сравниться даже с одной шестнадцатой освобождением ума доброжелательностью. Доброта, при восходе все это, сияет, лучится, пылает. Подобно тому, как в предрассветных сумерках светит утренняя звезда, сияет, лучится, пылает, так и все основания для совершения заслуг, ведущие к спонтанному перерождению, в небесных мирах, не могут сравниться даже с одной шестнадцатой освобождением ума доброжелательностью. Доброта, при восходе все это, сияет, лучится, пылает. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, когда человек, будучи осознанным, развивает безграничную доброжелательность, путы изнашиваются, поскольку увиден конец обретений. Если с непорочным умом вы чувствуете доброту даже к одному единственному существу, вы благодаря этому становитесь умелым. Но благородный, ученик, развивается чувствующий ум ко всем существам, и это изобилие заслуг. Царские предсказатели, покорившие землю, населенные живыми существами, свершают жертвоприношения, они приносят в жертву лошадь, человека, свершают водные обряды, обряды тела, обряды беспрепятственности, но это не сравнится и с одной шестнадцатой ума, хорошо развитого в доброжелательности подобно тому, как все созвездия не превзойдут одной шестнадцатой блеска луны. Тот, кто не убивает сам, не принуждает к этому других, не завоевывает сам, не принуждает завоевывать других, с доброжелательностью относясь ко всем, ни с кем не имеет вражды. Это также было сутью того, что сказал благословенный, «И так я слышала». Дукхавихара сутта, «Житие в страдании». И эти два один. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, «И так я слышала, наделенный этими двумя вещами, монах живет в страдании в этой самой жизни, обеспокоенный, страдающий, встревоженный, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в плохой удел». Какими двумя? Отсутствием охраны дверей и органов чувств и неумеренностью в еде. Наделенный этими двумя вещами, монах живет в страдании в этой самой жизни, обеспокоенный, страдающий, встревоженный, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в плохой удел. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, глаз, ухо, и нос, язык, тело и ум, когда монах оставляет эти двери неохраняемыми, не зная умеленности в еде, и не сдерживая своих органов чувств, он испытывает страданий, страданий в теле, страданий в уме. Сгорая в теле и сгорая в уме, и днем и ночью он живет в страдании. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Суххавихара сутта, «Житие в счастье». И эти два-два. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, «И так я слышала, наделенный этими двумя вещами, монах живет в успокоении в этой самой жизни, не обеспокоенный, не страдающий, и не встревоженный, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в благою дел». Какими двумя? Охраной дверей органов чувств и умеренностью в еде. Наделенный этими двумя вещами, монах живет в успокоении в этой жизни, не обеспокоенный, не страдающий, и не встревоженный, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в благой удел. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, глаз, ухо и нос, язык, тело и ум, когда монах хорошо охраняет эти двери зная умеренность в идее и сдерживая свои органы чувств, он испытывает покой, легкость в теле, легкость в уме. Не сгорая в теле и не сгорая в уме, и днем и ночью он живет в успокоении. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Тапания сутта, сожаление. И эти два-три. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть эти две вещи, которые вызывают сожаление. Какие две? Бывает так, что какой-нибудь человек, не делавший того, что вызывает восхищение, не делавший того, что является умелым, не укрывавший тех, кто окован страхом, наоборот, совершал то, что является злым, грубым, жестоким. Думая, я не делал того, что вызывает восхищение, он чувствует сожаление. Думая, я делал плохое, он чувствует сожаление. Таковы эти две вещи, которые вызывают сожаление. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, свершая проступки телом, речью умом, один, или пятная себя иными порочными делами, не сделав того, что является умелым, свершив лишь одно неблагое, после распада тела, глупец перерождается в аду. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, согласно Аанн 10.176. Проступки телом означает убийство, вороство, прелюбодеяние, проступки речью, ложь, сплетни и клевету, грубую речь, пустословий, проступки умом, жадность, недоброжелательность, неправильное воззрение. Отопание сутта, не сожаление. И эти два четыре. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, есть эти две вещи, которые не вызывают сожаления. Какие две? Бывает так, что какой-нибудь человек делал то, что вызывает восхищение, делал то, что умело, укрывал тех, кто окован страхом, и не делал ничего злого, грубого, и жестокого. Вспоминая, я делал то, что вызывает восхищение, и он не чувствует сожаления. Вспоминая, я не делал плохого, он не чувствует сожаления. Таковы эти две вещи, которые не вызывают угрозения совести. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, отбросив проступки телом, речью, и умом, и иные порочные дела, не сделав того, что является неумелым, совершив лишь одно благое, после распада тела, мудрец перерождается на небесах. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Патхама сила сутта, поведение, ай. Ити 2.5. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, наделенный этими двумя вещами, человек рождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Какими двумя? Порочным поведением и порочными воззрениями. Наделенный этими двумя вещами, человек рождается в аду, как если бы его туда затянули силой. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, порочное поведение и порочные воззрения, один, глупец, наделенный этими двумя вещами, после распада тела перерождается в аду. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 1, в МН 117 приводится пример порочных воззрений, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашали бы, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Дутия сила сутта, поведение, ай-ай. Эти два шесть. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, наделенный этими двумя вещами, человек рождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Какими двумя? Добродетельным поведением и добродетельными воззрениями. Наделенный этими двумя вещами, человек рождается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, добродетельное поведение и добродетельные взгляды, мудрец, наделенный этими двумя вещами, после распада тела перерождается на небесах. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Отапис утта, рвение. Ити 2.7. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, человек, не обладающий рвением, не обеспокоенный, тем, какие плоды приносят злодеяния, не способен достичь самопробуждения, не способен достичь негбаны, не способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Человек, обладающий рвением и обеспокоенный, тем, какие плоды приносят злодеяния, способен достичь самопробуждения, способен достичь негбаны, способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, без рвения, без обеспокоенности, ленивый, со слабым упорством, полный лень и апатии, бесстыдный, не имеющий уважения такой монах не способен коснуться величайшего самопробуждения. Но тот, кто осознан, неутомим, поглощенный в джхане, пылкий, обеспокоенный, бдительный, разрубая путы рождения и старения, он прямо здесь, в этой жизни, касается непревзойденного самопробуждения. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Патхамана Кухана Сутта, не обманывая, ай. Ити 2.8. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, монахи, эта святая жизнь ведется не ради обмана людей, не ради прельщения людей, не ради наград обретений, подношений, славы, не ведется, в смыслею, пусть люди знают меня. Эта святая жизнь ведется ради воздержанности и отбрасывания. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, ради воздержанности, ради отбрасывания, он, благословенный, обучил святой жизни, не исходя из имеющихся традиций, придя на берег неббаны. Этот путь предпринимают великие провидца, у которых великая цель. Те, кто идут по нему так, как научил пробужденный, блюдя слово учителя, положат конец мукам и страданиям. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Дутияна Кухана Сутта, не обманывая, ай-яй. И эти два девять. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала. Монахи, эта святая жизнь ведется не ради обмана людей, не ради прельщения людей, не ради наград обретений, подношений, славы, не ведется, с мыслью, пусть люди знают меня. Эта святая жизнь ведется ради прямого знания, один, и полного постижения. Таково значение того, что сказал благословенный. В отношении этого было сказано, ради прямого знания и полного постижения, он, благословенный, обучил святой жизни, не исходя из имеющихся традиций, придя на берег Неббаны. Этот путь предпринимают великие провидцы, у которых великая цель. Те, кто идут по нему так, как научил пробужденный, блюдя слово учителя, положат конец мукам и страданиям. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, прямое знание, апхинья. В каноне перечисляется шесть видов апхинья, психические силы, яснослышание, ясновидение, способность читать умы других существ, воспоминания прошлых жизней, и, самое важное, знание того, как прекратить загрязнение ума. Саманаса сутта, радость. Эти два десять. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, наделенный двумя вещами, монах живет спокойно в этой жизни и должным образом подготовлен к окончанию загрязнений. Какими двумя? Чувством безотлагательности и страха по отношению к тому, что должно внушать чувство безотлагательности и страх, один, а также должным усердием из-за ощущения безотлагательности и страха. Наделенный этими двумя вещами, монах живет спокойно в этой жизни и должным образом подготовлен к окончанию загрязнений. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, чувствуя срочность, страх, к тому, что и должно их вызывать, мудрец, пылкий, неутомимый должен исследовать мудростью. Тот, кто живет столь пылко, но, без неугомонности, в покое, достигнет окончания мук и страданий, посвящая себя безмятежности ума. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 1. Чувство срочности и страха на поле звучит как сам вега. В полейском каноне эта эмоция часто сопровождается страхом и нуждой избежать надвигающейся опасности. Следующие вещи должны вызывать подобные ощущения. Согласно Ан-5-57, я подвержен старению, и не способен избежать старения. Я подвержен болезни, и не способен избежать болезни. Я подвержен смерти, и не способен избежать смерти. Я буду взращивать беспристрастность и отлучать себя от всего, что мне дорого и приятно. Должное усердие вызывает следующее размышление. Я хозяин своих поступков, наследник своих поступков, я рожден своими поступками, я определен через свои поступки, и мои поступки будут моим судьей. Что бы я ни делал, хорошее или плохое, я унаследую это. Витакка сутта, мысль. Ити 2.11. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, две мысли часто посещают Татхагату, достойного и правильно самоприбужденного, мысли о сохранности и мысли о затворничестве. Татхагата радуется не недоброжелательности, наслаждается не недоброжелательностью. К нему, тому, кто радуется не недоброжелательностью и наслаждается не недоброжелательностью, часто приходит такая мысль, так я не причиняю вреда никому, ни сильному, ни слабому. Татхагата радуется затворничеству и наслаждается затворничеством. Для него, тому, кто радуется затворничеству и наслаждается затворничеством, часто приходит такая мысль, все неумело и отброшено. Поэтому, монахи, вы тоже должны жить, радуясь ненедоброжелательностью и наслаждаясь ненедоброжелательностью. К вам, радующимся ненедоброжелательностью и наслаждающимся ненедоброжелательностью, часто будет приходить эта мысль, так мы не причиняем вреда никому, ни сильному, ни слабому. Вы тоже должны жить, радуясь затворничеству и наслаждаясь затворничеством. К вам, радующимся затворничеству и наслаждающимся затворничеством, часто будет приходить эта мысль, что является неумелым, что еще не отброшено, что мы отбрасываем. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, Татхагати, пробужденному, который вынес то, что трудно вынести, две мысли приходят, первая, о сохранности, вторая, о затворничестве. Рассеявший тьму, свободный от загрязнений, великий провидец, вступивший за грань, достигший достижений, обретший совершенные, переплывшие яды, освобожденные окончанием жажды, этот мудрец носит последнее тело, повергший мару, я говорю вам, не подвержен старению. Подобно тому, как человек на высокой скале видит внизу всех людей вокруг, так и мудреца всевидящим оком, взобравшийся на башню Дхаммы, переплывший печаль, смотрит на тех, кто охвачен страданием, кто повержен старением и смертью. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дисана сутта, учение. Ити 2.12. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала. Татхагата, достойный и правильно самопробужденный, изложил две лекции подхами, одну за другой. Какие две? На плохое смотрите, как на плохое. Такова первая лекция подхами. Увидев плохое, как плохое, отбросьте отчарованность, станьте беспристрастными, освободитесь. Такова вторая лекция подхами. Эти две проповеди Татхагата, достойный и правильно самопробужденный, изложил одну за другой. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, узрите два утверждения, которые Татхагата, пробужденный, желающий блага всем существам, изложил одно вслед за другим. Первое таково, станьте беспристрастными к плохому. Затем, с беспристрастным умом, вы положите конец страданиям. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Вид Джисута, знаний. Ити 2.13. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, невежество предшествует возникновению неумелых качеств. Затем следом возникает отсутствие совести беспокойства, один. Ясные знания предшествуют возникновению умелых качеств. Затем следом возникают совести беспокойства. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, любые плохие уделы в этом мире в следующем коренятся в невежестве. Все это, накопление желаний и жажды. Тот, у кого желания порочны, не имеет совести и уважения, из-за чего возникает зло, из-за чего он отправляется в плохой удел. Смывая прочь невежество, желание и жажду, монах, обретающий ясные знания, оставит любые плохие уделы. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, совесть, хире, означает здоровое чувство стыда, возникающее при идее совершить неблагый поступок. Беспокойство, отапа, означает боязнь последствий неблагих поступков. Панепарихина сутта, лишенной мудрости. И эти два четырнадцать. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, воистину, неимущие те существа, которые лишены благородной мудрости. Они живут в страдании в этой самой жизни, обеспокоенные, мучущиеся, встревоженные, и после распада тела, после смерти, можно ожидать, что они отправятся в неблагой удел. И в отношении этого было сказано, посмотрите на мир вместе с его небожителями, лишенные мудрости, создавая обитель в имени и форме, они измушены. Это истина. Наивысшая мудрость в мире это та, что ведет к проникновению, правильно распознающая полное окончание рождения и становления. Люди и божества дорожат ими, теми, кто самопробужден и осознан, носит свое последнее тело и с радостной мудростью. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Сукатхама сутта, яркие защитники. Эти два пятнадцать. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. Итак, я слышала, есть эти два ярких качества, которые охраняют мир. Какие два? В совести беспокойства, получить результат плохого поступка. Если бы эти два ярких качества не охраняли бы мир, то нельзя было бы увидеть мать, или сестру матери, жену дяди, жену учителя, жену тех, кто заслуживает почтения. И в отношении этого было сказано, в ком трудно найти совесть и беспокойство, тот отошел от светлого корня. Благих деяний, и будет рождаться и умирать. Но тот, в ком совести беспокойства всегда и праведно утверждены, кто созрел в святой жизни, тот спокоен. Его дальнейшее становление окончено. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Аджата сутта, нерожденные. Эти два шестнадцать. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, монахи, есть нерожденные, ненаступившие, несотворенные, несформированные. Если бы не было этого нерожденного, ненаступившего, несотворенного, несформированного, то нельзя было распознать освобождение от рожденного, наступившего, сотворенного, сформированного. Но в точности потому, что есть не рожденные, не наступившие, не сотворенные, не сформированные, можно распознать освобождение от рожденного, наступившего, сотворенного, сформированного. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, рожденные, наступившие, произведенные, сделанные, сформированные непостоянно, сотворено из старения и смерти, этот источник болезни, брены, рожденные от питания и проводника недостойно того, чтобы наслаждаться им. Спасение от этого, это спокойные, постоянные, лежащие за пределами умозаключений, нерожденные, несозданные, беспечальные, незапятненные состояния, прекращение страдательных качеств, успокоение информации, блаженство. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Ниббана Тхату Сутта, элемент Ниббаны. Ити 2.17. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, монахи, есть две эти формы свойства Ниббаны. Какие две? Свойства Ниббаны с остаточным топливом, и свойства Ниббаны без остаточного топлива. И что такое свойства Ниббаны с остаточным топливом? Вот монах, Арахант, чьи загрязнения окончены, который достиг осуществления, выполнил задачу, бросил тяжкий груз, достиг истинной цели, разорвал пут и становления, и освободился за счет правильного знания. Его пять качеств чувств все еще остаются, и, поскольку они находятся в целости, он воспринимает приятные и неприятные, чувствует удовольствие и боль. Окончание его страсти, злости, и заблуждения называется свойством Ниббаны с остаточным топливом. И что такое свойства Ниббаны без остаточного топлива? Вот монах, Арахант, чьи загрязнения окончены, который достиг осуществления, выполнил задачу, сбросил тяжкий груз, достиг истинной цели, разорвал пут и становления, и освободился за счет правильного знания. Для него, в момент смерти, все то, что ощущается, не имея подпитки, прямо здесь угаснет. Это называется свойством Ниббаны без остаточного топлива. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, это было провозглашено тем, кто видит свойства Ниббаны того, кто независим, того, кто таков. Одно свойство, в этой самой жизни с остаточным топливом, происходящее, из-за уничтожения проводника к становлению, и, иное свойство, без остаточного топлива, после завершения жизни в котором всякое становление полностью прекращается. У того, кто знает это несоставное состояние, ум освобожден уничтожением проводника к становлению. Он, достигая сути учения, доволен окончанием. Отбросивший всякое становление, он таков. Это также было сутью того, что сказал Благословенный. И так я слышала. Потесал она сутта, житие в затворничестве. Ити 2.18. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала. Монахи, живите, довольствуясь и чужденностью, восхищаясь и чужденности, внутренне предаваясь безмятежности ума, не пренебрегая чханой, обладая ясно все видящим прозрением, часто проживая в пустых жилищах. По мере того, как вы будете жить, довольствуясь и чужденностью, восхищаясь и чужденности, внутренне предаваясь безмятежности ума, не пренебрегая чханой, обладая ясно все видящим прозрением, часто проживая в пустых жилищах, то тогда можно будет ожидать двух результатов, либо достижения конечной цели прямо в этой самой жизни, либо, если останется еще какое-либо цепляние, достижение невозвращения. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, тот, чей ум спокоен, кто искусен, осознан, поглощен в джхане четко и видит все вещи правильно, не настроен на чувственное удовольствие. Радуясь прилежанию, покою, и видя опасность в беспечности, он, не способный к падению, стоит на пороге нитбаны. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Сибхани сэнса сутта, польза практики. Ити 2.19. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, Монахи, живите с тренировкой, возвышенной нравственности, возвышенного ума, возвышенной мудрости, в качестве вашей награды, с мудростью в качестве самого важного, с освобождением в качестве, самой, сути, и с осознанностью в качестве вашего управителя. По мере того, как вы будете жить с тренировкой в качестве вашей награды, с мудростью в качестве самого важного, с освобождением в качестве, самой, сути, и с осознанностью в качестве вашего управителя, то можно будет ожидать двух результатов, либо постижения конечной цели прямо в этой самой жизни, либо, если останутся какие-либо цепляния, невозвращения. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, завершивший обучение, не способный пасть, тот, кто у кого мудрость, суд самое важное, видит окончание, прекращение рождения, этот мудрец носит свое последнее тело, он одолел Мару, я говорю вам, он вышел за пределы старения. Так, всегда наслаждаясь Джханой, собранный, старательный, видящий окончание, прекращение рождения, победивший Мару и всю его орду, монахи, он вышел за пределы старения и смерти. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Джигария сутта, бодрствование. И эти два двадцать. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монах должен быть бодрствующим, осознанным, бдительным, собранным, чувствительным, чистым и спокойным. И тогда он должен в должное время ясно распознавать умелые умственные качества. Монаху, который бодрствующий, то есть который, осознанный, бдительный, собранный, чувствительный, чистый, спокойный, и в должное время распознающий умелые качества, можно ожидать двух результатов, либо постижения конечной цели прямо в этой самой жизни, либо, если останутся какие-либо цепляния, невозвращения. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, «Те, кто бодрствуют, слушайте. Те, кто спят, просыпайтесь. Бодрствование лучше, чем сон. Нет опасности и страха для тех, кто бодрствует. Кто бодрствует, бдителен, осознан, собран, чувствителен, чист и спокоен. Кто правильно исследует хамму в должное время, тот в раз одолеет ему. Так что, предавайтесь бодрствованию». Старательный монах умелый, обретающий тшхану, обрубая путы рождения и старения, коснется прямо здесь и сейчас непревзойденного самопробуждения. Это также было сутью того, что сказал благословенный, «И так я слышала». Апайико сутта, неблагаю дел. И эти два двадцать один. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, «И так я слышала, монахи, эти двое обречены на состояние лишения, на ад, из-за того, что не отбрасывают своего поведения». Какие двое? Первый тот, кто не живет целомудренной жизнью, но притворяется, будто живет целомудренной жизнью. Другой тот, который безосновательно обвиняет того, кто живет совершенной и чистой целомудренной жизнью, в том, что тот не ведет целомудренную жизнь. Эти двое обречены на состояние лишения, на ад, из-за того, что не отбрасывают своего поведения. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, он отправляется в ад. Тот, кто заявляет о том, чего не было, как и тот, кто совершив это, говорит, я так не делал. Оба этих подлых человека становятся равными после смерти, в следующем мире. Желтые одежды повязаны вокруг их шеи, и многочисленные их дурные качества не сдержанные, порочные, они рождаются из-за своих проступков в аду. Лучше проглотить, раскаленный, железный шар, горящий, пылающий, чем быть беспринципным и не сдержанным, и есть той ду, что дали вам как подаяние. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Дитхигата сутта, охваченной воззрениями. Ити-два-двадцать-два. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, охваченные этими двумя воззрениями, некоторые человеческие и божественные существа прилипают, а другие человеческие и божественные существа проскользают мимо, тогда как тот, кто наделен видением, видит. И как некоторые прилипают? Человеческие и божественные существа радуются становлению, восхищаются становлением, удовлетворены становлением. Когда они слышат Дхамму, что дается ради прекращения становления, их умы не склоняются к ней, не успокаиваются ей, не утверждаются в ней, и не становятся настроенными на нее. Вот как некоторые прилипают. И как некоторые проскользают мимо? Некоторые, чувствуя ужас, унижение, и отвращение по отношению к этому самому становлению, они жаждут не становления, когда это, мое, я после распада тела, после смерти, погибает и является уничтоженным, и не существует после смерти, то это покой, это наилучшее, это удовлетворение. Вот как некоторые проскользают мимо. И как тот, кто имеет видение, видит? Вот монах видит возникшие как возникшие. Видя возникшие как возникшие, он практикует ради прекращения очарованности этим возникшим, ради бесстрастия по отношению к этому возникшему, ради прекращения этого возникшего. Вот как тот, кто имеет видение, видит. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, увидев то, что возникло, как то, что возникло, и что такое выход за пределы того, что возникло, он освобождается в соответствии с тем, что возникло, через угасание и жажды к становлению. Если они познали то, что возникло, и свободное от жажды к становлению и не становлению, с не становлением того, что возникает, монахи приходят к отсутствию дальнейшего становления. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Мулла сутта, корни. Эти три один. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, есть три корня того, что является неумелым. Какие три? Жажда, корень того, что является неумелым. Злоба, корень того, что является неумелым. Заблуждение, корень того, что является неумелым. Таковы три корня того, что является неумелым. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, жажда, злоба, заблуждение разрушают того самого человека с порочным умом, из которого они родились, подобно плодоносящим стеблем бамбука. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Тхату-сутта, элементы. И эти три два. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть эти три свойства. Какие три? Свойства формы, свойства бесформенности, свойства прекращения, один. Таковы эти три свойства. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, познавая свойства формы, и не привязываясь к бесформенному, освобожденные в прекращении, это те, кто оставил смерть позади. Коснувшись своим телом свойства бессмертного, свободного от обретений, осуществив оставление обретений, лишенные загрязнений, ума, правильно самопробужденный учит незапаленному состоянию, в котором нет пыли, нет печали. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один. Форма. Имеются в виду миры форм, соответствующие четырем рупаджханам. Бесформенность. Имеются в виду бесформенные миры, соответствующие четырем рупаджханам. Свойства прекращения, это не бана, полное отсутствие страдательности. Подхамведана сутта, чувства, ай. И эти три три. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, есть эти три чувства. Какие три? Чувства удовольствия, чувства боли, чувства неудовольствия и не боли. Таковы эти три чувства. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, собранный, осознанный, бдительный, ученик пробужденного распознает чувства, распознает возникновение чувств, распознает прекращение чувств, и путь к их прекращению. С прекращением чувств, монах, лишенный хотений, полностью освобождается. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дутия ведана сутта, чувства, ай-яй. И эти три четыре. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, есть эти три чувства. Какие три? Чувства удовольствия, чувства боли, чувства неудовольствия и не боли. Следует видеть чувства удовольствия как страдательный. Следует видеть чувство боли как ядовитую стрелу. Следует видеть чувство неудовольствия ни боли как непостоянной. Когда монах увидел чувство удовольствия как страдательный, увидел чувство боли как стрелу, и чувство неудовольствия ни боли как непостоянной, он зовется монахом, который благородный, который увидел правильно, который обрубил жажду, уничтожил путы, и правильно пробившись сквозь самомнений, положил конец страданиям. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, тот, кто видит удовольствие как страдательность, видит боль как стрелу, видит покой неудовольствие и не боли как непостоянные, такой монах суть тот, кто увидел правильно. Исходя из этого, он освобождается. Мастер прямого знания, спокойный, он мудрец, который вышел за рамки оков. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Патхама Исана Сутта, поиски, Ай. И эти три пять. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть эти три поиска. Какие три? Поиск чувственности, поиск становления, поиск святой жизни. Таковы эти три поиска. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, собранный, осознанный, бдительный, ученик пробужденного распознает, виды, поисков, распознает, как возникают поиски, распознает, как прекращаются поиски, распознает и путь к их прекращению. С прекращением поисков монах, лишенный хотений, полностью освобождается. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дутье Исана сутта, поиски, ай-ай. И эти три шесть. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть эти три поиска. Какие три? Поиск чувственности, поиск становления, поиск святой жизни. Таковы эти три поиска. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, поиск чувственности, поиск становления, вместе с поиском святой жизни, что есть цепляние за истину, основанные на накоплении точек зрения, через оставлении поисков и, через, оставлении точек зрения, человек становится бесстрастным ко всяким страстям, освобожденным с прекращением жажды. Положив конец поискам, монах лишается запутанности и желания. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Подхама Асава Сутта, загрязнение, ай. Эти три семь. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть эти три загрязнения. Какие три? Загрязнение чувственности, загрязнение становления, и загрязнение невежества. Таковы эти три загрязнения. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, собранный, осознанный, бдительный, ученик пробужденного распознает, виды, загрязнений, распознает, как возникают загрязнения, распознает, как прекращаются загрязнения, распознает и путь к их прекращению. С прекращением загрязнений монах, лишенный хотений, полностью освобождается. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дутия Савва Сутта, загрязнение, ай-яй. Эти три восемь. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, есть эти три загрязнения. Какие три? Загрязнение чувственности, загрязнение становления, и загрязнение невежества. Таковы эти три загрязнения. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, его загрязненность чувственности усякла, его невежество смыто, его загрязненность становлением истощена, он полностью освобожден, лишен обретений, носит свое последнее тело, победив Мару с его ордой. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Танха-сутта, жажда. Эти три девять. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, есть эти три жажды. Какие три? Жажда чувственности, жажда становления, жажда не становления. Таковы эти три жажды. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, скованное оковами жажды, их умы поражены становлением и не становлением, они связаны цепями Мары, те, кто не спасены от оков, существа, блуждающие по сансаре, устремляющиеся к рождению и смерти. Тогда как те, кто отбросил жажду, освободились от становления и не становления, достигли окончания загрязнений, хотя и находятся, еще, в мире, они уже вышли за его пределы. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. МАРАТХЕЯ СУТТА, ВЛАДЕНИЕ МАРЫ Эти три десять. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, наделенный этими тремя качествами, монах вышел из-под власти Мары и сияет как солнце. Какими тремя? Вот монах наделен нравственностью того, кто окончил тренировку, один, сосредоточением того, кто окончил тренировку, мудростью того, кто окончил тренировку. Наделенный этими тремя качествами, монах вышел из-под власти Мары и сияет подобно солнцу. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, нравственность, сосредоточение, мудрость, тот, в ком это хорошо развито, вышел из-под власти Мары, сияет и сияет, подобно солнцу. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, тот, кто окончил тренировку, асекха, Арахант. Пунья Кирио Ватфу Сутта, основа для деяний по накоплению заслуг. Эти три одиннадцать. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, таковы эти три основы для деяний по накоплению благих заслуг. Какие три? Дарение как основа для деяний по накоплению благих заслуг, нравственность как основа для деяний по накоплению благих заслуг, развитие, медитации, как основа для деяний по накоплению благих заслуг. Таковы эти три основы для деяний по накоплению благих заслуг. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, тренируйтесь в деяниях, что создают заслуги, которые принесут длительное блаженство, развивайте дарение, чистую жизнь, доброжелательный ум. Развивая эти три вещи, которые принесут блаженство, мудрец перерождается в мире чистейшего блаженства. Это также было сутью того, что сказал Благословенный. И так я слышала. Чак-Кхусута, глаз. И эти три двенадцать. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, есть эти три глаза. Какие три? Телесный глаз, Божественный глаз, Ясновидение, Глаз Мудрости. Таковы эти три глаза. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, Глаз телесный, Божественный глаз, Непревзойденный глаз Мудрости, Этим трем глазам обучил Величайший. Возникновение телесного глаза, Это путь к глазу Божественному. С появлением знания, возникает, Непревзойденный глаз Мудрости, Тот, кто обретает этот глаз, От всяких страданий освобождается. Это также было сутью того, Что сказал Благословенный, И так я слышала. Индрио Сутта, Качество. Эти три тринадцать. Так было сказано Благословенным, Сказано Арахантом, И так я слышала, Есть эти три качества. Какие три? Качество я познаю то, Что еще не до конца познано, Качество окончательного знания, Качество того, Кто окончательно познал, Один. Таковы эти три качества. Таково значение того, Что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, В рученике, Практикующем прямой путь, В начале появляется знание прекращения, Затем, Мгновенно после этого, Конечные знания. Затем, Благодаря прекращению путь становления, Имеется знание, Конечные знания освобожденного, Который таков. Тот, Кто совершенен в этих качествах, Умиротворен, Радуется спокойному состоянию, Носит свое последнее тело, Победивший Мару с его грудой. Это также было сутью того, Что сказал Благословенный, И так я слышала. Один, Согласно комментарию, Первое свойство означает Первое благородное достижение, Путь ко вступлению в поток. Второе, Шесть последующих достижений От плода вступления в поток В плод до араханства. Последнее, Третье свойство, Означает высшие достижения, Плод араханства. От Тхасута, Время. Ити 3.14. Так было сказано Благословенным, Сказано Арахантом, И так я слышала, Есть эти три времени. Какие три? Прошлое время, Настоящее время, Будущее время. Таковы эти три времени. Таково значение того, Что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, Воспринимая, Все, В рамках образов, Существа опираются на образы. Не познавая образы полностью, Они опутывают себя смертью. Но полностью познав образы, Мудрец не измышляет того, Кто обозначает. Сердцем касаясь освобождения, Состояния непревзойденного покоя, Совершенный в рамках образов, Умиротворенный, Наслаждающийся спокойный состоянием, Здравомыслящий, Обрядший мудрость, Он, Использует обозначение, Тогда как сам не может быть обозначен, Один. Это также было сутью того, Что сказал Благословенный, И так я слышала. Один, На первый взгляд кажется, Что первая часть сутты в прозе И последняя в стихах Не связаны друг с другом. Однако, Если рассматривать их в контексте МН2, То связь становится ясной. Тот, Кто в отношении прошлого, Настоящего, И будущего Применяет подходящее внимание, Тот не обозначает себя в этих рамках, Не цепляется за чувство самости В этих рамках. Не имея цепления, Он освобождается от рождения смерти. Смотри также Ан 4,24. Дучарита сутта, Неблагое поведение. Эти 3,15. Так было сказано Благословенным, Сказано Арахантом, И так я слышала, Есть эти три вида неблагого поведения. Какие три? Неблагое поведение телом, Неблагое поведение речью, Неблагое поведение умом. Таковы эти три вида неблагого поведения. Таково значение того, Что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, Пускаясь в неблагое поведение телом, Речью, И умом, Или иные неблагие дела, Не свершая того, Что умело, Напротив, Делая иначе, После распада тела, Глупец перерождается в аду. Это также было сутью того, Что сказал Благословенный, И так я слышала. Сучарита сутта, Благое поведение. И эти три шестнадцать. Так было сказано Благословенным, Сказано Арахантом, И так я слышала, Есть эти три вида благого поведения. Какие три? Благое поведение телом, Благое поведение речью, Благое поведение умом. Таковы эти три вида благого поведения. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, отбросив неблагое поведение телом, речью, и умом, или иные неблагие дела, не делая неумелого, и поступая иначе, после распада тела, мудрец перерождается в небесном мире. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Сачея сутта, чистота. И эти три семнадцать. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть эти три вида чистоты. Какие три? Телесная чистота, словесная чистота, умственная чистота. Таковы эти три вида чистоты. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, чистый в теле, чистый в речи, чистый в уме свободный от загрязнений, о том, кто чист, кто совершенен в чистоте, говорят, что он отбросил всё. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Маниа сутта, совершенство. Ити 3.18. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть эти три формы проницательности. Какие три? Телесная проницательность, словесная проницательность, умственная проницательность. Таковы эти три формы проницательности. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, мудрец в теле, мудрец в речи, мудрец в уме, лишенный загрязнений мудрец, совершенный в проницательности, смыл всякое зло. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Подхамарага сутта, страсть, ай. Ити 3.19. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, тот, чья страсть не отброшена, чья злоба не отброшена, чье заблуждение не отброшено, ушел в лагерь Мары, и попал под власть Мары. Злой может делать с ним все, что пожелает. Но тот, чья страсть отброшена, чья злоба отброшена, чье заблуждение отброшено, тот не попал в лагерь Мары и вышел из-под власти Мары. С таким человеком зло не может делать то, что пожелает. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, о том, в ком смыта страсть, отвращение, невежество, говорят, что он собран в уме, подобен Брахме, пробужденный, Татхагата. В том, у кого страх и враждебность остались в прошлом, тот отбросил все. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дутия Рага Сутта, Страсть, Ай-яй. Эти 3.20. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, кто угодно, монах или монахиня, в ком не отброшена страсть, не отброшена злоба, не отброшена заблуждение, считается тем, кто не переплыл океан с его волнами, огромными волнами, водоворотами, с его монстрами и демонами. И в отношении этого было сказано, тот, в ком смыта страсть, отвращение. Невежество, тот переплыл океан с его акулами, демонами и опасными волнами, которые так сложно переплыть. Свободный от обретений, с разрушенными оковами, отбросив смерть, он отбросил страданий, не рождаясь боли и вновь. Он добрался до цели, и его не обнаружить. Он перехитрил царя смерти, я говорю вам. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Мичхадид Тхика Сутта, Неправильное Воззрение. Ити 3.21. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, я видел существ, которые, обладая неблагим телесным поведением, неблагим словесным поведением, неблагим умственным поведением, оскорблявшие благородных, имевшие неправильные воззрения, действовавшие под влиянием неправильных воззрений, после распада тела, после смерти, перерождались в состояниях лишения, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Ити 4.21. Именно потому, что я узнал сам, увидел это сам, реализовал это, прямое знание, сам, я утверждаю, что видел существ, которые, обладая неблагим телесным поведением, неблагим словесным поведением, неблагим умственным поведением, оскорблявшие благородных, имевшие неправильные воззрения, действовавшие под влиянием неправильных воззрений, после распада тела, после смерти, перерождались в состояниях лишения, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, с неправильно направленным умом, говорящим неблагие речи, свершая проступки телом, глупец, творящий здесь, в осей короткой жизни зло, после распада тела, глупый, перерождается в аду. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Саммадит Тхика Сутта, правильное воззрение. Ити 3.22. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, я видел существ, наделенных благим телесным поведением, благим словесным поведением, благим умственным поведением, которые не оскорбляли благородных, имели правильные воззрения, и предпринимали действия под влиянием правильных воззрений. После распада тела, после смерти, они перерождались в небесном мире. Говорю вам, не потому, что я услышал это от других жрецов-отшельников, я утверждаю, что видел существ, наделенных благим телесным поведением, благим словесным поведением, благим умственным поведением, которые не оскорбляли благородных, имели правильные воззрения, предпринимали действия под влиянием правильных воззрений, и которые после распада тела, после смерти, перерождались в небесном мире. Именно потому, что я узнал сам, увидел это сам, реализовал это, прямое знание, сам, я утверждаю, что видел существ, наделенных благим телесным поведением, благим словесным поведением, благим умственным поведением, которые не оскорбляли благородных, имели правильные воззрения, предпринимали действия под влиянием правильных воззрений, и которые после распада тела, после смерти, перерождались в небесном мире. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, с правильно направленным умом, говорящий благие речи, свершая благие поступки телом, мудрец, творящий здесь, всей короткой жизни, благое, после распада тела, мудрый, перерождается на небесах. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Несарание сутта, спасение. Ити 3.23. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, есть эти три свойства для спасения. Какие три отречения? 1. Таково спасение от чувственности. Бесформенность. Таково спасение от форм. А что касается всего возникшего, созданного, появившегося зависимо, то спасение от этого, прекращение. Таковы три свойства для спасения. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, зная спасение от чувственности, и, преодолев формы, будучи постоянно старательным, касаясь успокоения всех формаций, он, монах, который увидел правильно. И на основании этого он освобожден, мастер прямого знания, безмятежный мудрец, который вышел за пределы оков. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 1. Отречение в данном контексте означает первую джхану. Форма. Имеются в виду миры форм, соответствующие четырем рупаджханам. Бесформенность. Имеются в виду бесформенные сферы, соответствующие четырем рупаджханам. Свойства прекращения – это неббана, полное отсутствие страдательности. Санта-Тара-Сутта, более спокойный. Ити 3.24. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, бесформенные феномены куда более умиротворенные, нежели формы. Прекращение – один, еще умиротвореннее, нежели бесформенные феномены. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, те существа, что устремляются к формам, и те, что находятся в бесформенности, не имея знания прекращения, возвращаются к дальнейшему становлению. Но те, кто познали формы, не опираясь на бесформенность, освобожденные в прекращении, они оставили смерть позади. Коснувшись своим телом бессмертного элемента, свободного от обретений, осуществив оставление обретений, лишенный загрязнений, правильно самопробужденный. Учит состоянию без пыли и печали. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Один, прим переводчика СВ, прекращение, это не Ббана, смотри. Ити 3.23 Путта-сутта, сын. Ити 3.25 Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть три типа сыновей и дочерей в мире. Какие три? Высокого рождения, одинакового рождения, и низкого рождения. И кто такой сын или дочь высокого рождения? Бывает так, когда родители сына или дочери не обратились к Будде за прибежищем, не обратились к Дхаме за прибежищем, не обратились к Сангхе за прибежищем. Они не воздерживаются от взятия жизни, вороства, неблагого сексуального поведения, лживых речей, забродивших напитков, что ведут к беспечности. Они недисциплинированы и порочны по своей натуре. Однако их сын или дочь обратились к Будде за прибежищем, обратились к Дхаме за прибежищем, обратились к Сангхе за прибежищем. Он или она воздерживаются от взятия жизни, вороства, неблагого сексуального поведения, лживых речей, забродивших напитков, что ведут к беспечности. Он или она дисциплинированно и вызывают восхищение по своей натуре. Вот кто такой сын или дочь высокого рождения? И кто такой сын или дочь одинакового рождения? Вот родители сына или дочери обратились к Будде за прибежищем, обратились к Дхаме за прибежищем, обратились к Сангхе за прибежищем. Они воздерживаются от взятия жизни, вороства, неблагого сексуального поведения, лживых речей, забродивших напитков, что ведут к беспечности. Он или она дисциплинированно и вызывают восхищение по своей натуре. Их сын или дочь также обратились к Будде за прибежищем, обратились к Дхаме за прибежищем, обратились к Сангхе за прибежищем. Он или она воздерживаются от взятия жизни, вороства, неблагого сексуального поведения, лживых речей, забродивших напитков, что ведут к беспечности. Он или она дисциплинированно и вызывают восхищение по своей натуре. Вот кто такой сын или дочь одинакового рождения? И кто такой сын или дочь низкого рождения? Вот родители сына или дочери обратились к Будде за прибежищем, обратились к Дхаме за прибежищем, обратились к Сангхе за прибежищем. Они воздерживаются от взятия жизни, вороства, неблагого сексуального поведения, лживых речей, забродивших напитков, что ведут к беспечности. Он или она дисциплинированный вызывают восхищение по своей натуре. Однако их сын или дочь не обратились к Будде за прибежищем, не обратились к Дхаме за прибежищем, не обратились к Сангхе за прибежищем. Они не воздерживаются от взятия жизни, вороства, неблагого сексуального поведения, лживых речей, забродивших напитков, что ведут к беспечности. Они недисциплинированы и порочны по своей натуре. Вот кто такой сын или дочь низкого рождения? Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, мудрец надеется, чтобы ребенок был высокого или одинакового рождения, а не низкого, к бесчестью семьи. Такие дети в мире, мирские последователи, совершенные в нравственности и вере, щедрые, лишенные скупости, сияют в любой компании, словно луна в безоблачном небе. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Авудхика сутта «Облако без дождя». И эти три двадцать шесть. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, есть три типа людей в мире. Какие три? Тот, кто подобен облаку, из которого не льется дождь, тот, кто подобен облаку, из которого лишь где-то льется дождь, тот, кто подобен облаку, из которого всюду идет дождь, И каков тот, кто подобен облаку, из которого не льется дождь? Вот человек не дарит иду, напитки, вещи, средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища, или светильники каким-либо жрецам или отшельникам, как кому-нибудь неимущему, бездомному, нищему. Это человек, который подобен облаку, из которого не льется дождь. И каков тот, кто подобен облаку, из которого лишь где-то льется дождь? Вот человек дарит иду, напитки, вещи, средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища, или светильники определенным жрецам или отшельникам, определенному неимущему, бездомному, нищему, но не другим. Это человек, который подобен облаку, из которого лишь где-то льется дождь. И каков тот, кто подобен облаку, из которого всюду льется дождь? Вот человек дарит иду, напитки, вещи, средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища, или светильники всем жрецам или отшельникам, всем неимущим, бездомным, нищим. Это человек, который подобен облаку, из которого всюду льется дождь. Таковы три типа людей в мире. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, он не делится тем, что добыл сам напитками, едой, питанием не с отшельниками, не с жрецами, не с неимущими, не с бездомными. Будучи низшим из людей, он зовется облаком, из которого не идет дождь. Кому-то он дает, другим же нет. Умный зовет его облаком, из которого дождь идет лишь в определенном месте. Отсывчивый к просьбам, сострадательный ко всем, радующийся дарению подаяний, отдадим им. Отдадим. Говорит он. Подобен он грозовому облаку, из которого хлещет ливень, наполняя долины и овраги. С усердием праведно накопив свое богатство, он удовлетворяет нужду в еде и пище тех, кто лишился крова. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Сукхопаттхана сутта, «Вдохновение ради счастья». И эти три двадцать семь. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, устремляясь к этим трем видам блаженства, мудрый человек должен охранять свою нравственность. Каким трем? Размышляя, пусть похвала придет ко мне, мудрый человек должен охранять свою нравственность. Размышляя, пусть богатство придет ко мне, мудрый человек должен охранять свою нравственность. Размышляя, пусть после распада тела, после смерти, я перерожусь в благом уделе, в небесном мире, мудрый человек должен охранять свою нравственность. Устремляясь к этим трем видам блаженства, мудрый человек должен охранять свою нравственность. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, будучи разумным, ты должен ухранять свою нравственность, устремляясь к трем видам блаженства, похвале, обретению богатства, и, после смерти, радости на небесах. Но даже если зла не совершаешь, но ищешь того, кто совершает, тебя подозревают в зле, и о тебе идет дурная молва. Тот, с кем ты дружишь, тот, кого ты ищешь, таким становишься сам, твое с ним проживание становится таким же. Тот, с кем общаешься, тот, кто общается, тот, кого касается, тот, кто касается другого, подобен смазанной ядом стреле, который отравляет колчан. Боясь отравления, просветленный не должен им дружить с порочными людьми. Тот, кто заворачивает тухлую рыбу во стебли травы кусы, делает так, что и трава дурно пахнет. Так оно и когда ты ищешь дураков. Но тот, кто заворачивает лады на порошок в древесный лист, делает лист ароматным. Так оно и когда ты ищешь просветленных. Так, зная свой исход, подобно тому, кто заворачивает листья, тебе не следует искать плохих людей. Мудрый должен общаться с такими же. Нехорошие же люди приведут тебя в ад. С благой помощью ты достигнешь благого удела. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. В хидуро сутта, подвержено распаду. И эти три двадцать восемь. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, это тело распадается. Сознание подвержено угасанию. Все обретения непостоянны, страдательны, подвержены изменению. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, познав, что тело распадается, а сознание угасает, узрев опасность в обретениях, ты вышел за пределы рождения и смерти. Достигнув высочайшего покоя, ты ждешь своего часа, будучи собранным. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, существа сходятся и общаются друг с другом в соответствии со своими качествами. Существа с низкими склонностями сходятся и общаются с существами с низкими склонностями. Существа с выдающимися склонностями сходятся и общаются с существами с выдающимися склонностями. В прошлом было так, что существа сходились и общались друг с другом в соответствии со своими качествами. В будущем будет так, что существа будут сходиться и общаться друг с другом в соответствии со своими качествами. И теперь в настоящем существа сходятся и общаются друг с другом в соответствии со своими качествами. Существа с низкими склонностями сходятся и общаются с существами с низкими склонностями. Существа с выдающимися склонностями сходятся и общаются с существами с выдающимися склонностями. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, те рождки, что рождены общением, могут быть срезаны за счет необщения. Подобно тому, как человек утонул бы в Великом море, переплывая его на деревянной доске, также и праведно живущий потонет, если общается с ленивым. Избегайте ленивых, тех, кто слаб в своем усердии. Живите с благородными живущими в уединении, поглощенными в джхане, постоянно поддерживающими усердие с мудрыми. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Парихана сутта, падение. Ити 3.30. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, эти три вещи ведут к падению монаха в тренировке. Какие три? Вот монах в тренировке наслаждается деятельностью. Один, радуется деятельности, настроен на наслаждение деятельности. Он наслаждается болтовней, радуется болтовне, настроен на наслаждение болтовней. Он наслаждается сном, радуется сну, настроен на наслаждение сном. Таковы три вещи, что ведут к падению монаха в тренировке. Эти три вещи ведут к непадению монаха в тренировке. Какие три? Вот монах не наслаждается деятельностью, не радуется деятельности, не настроен на наслаждение деятельностью. Он не наслаждается болтовнёй, не радуется болтовне, не настроен на наслаждение болтовнёй. Он не наслаждается сном, не радуется сну, не настроен на наслаждение сном. Таковы три вещи, что ведут к непадению монаха в тренировке. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, наслаждаясь деятельностью, радуясь болтовне, наслаждаясь сном, неугомонный, такой монах не способен коснуться высочайшего самопробуждения. Поэтому ему следует иметь мало обязанностей, мало праздности, не быть неугомонным. Такой монах способен коснуться высочайшего самопробуждения. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 1. Деятельность. Имеются в виду различные работы, такие как постройка, шитье одеяний и т.д. и т.п. Витакка сутта. Мысль. Эти 3.31. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, таковы три вида неумелого мышления. Какие три? Мысль о том, чтобы не быть презираемым, мысли, связанные с обретениями, подношениями, признанием, мысли о сопереживании другим, один. Таковы три вида неумелого мышления. И в отношении этого было сказано, плененный нежеланием быть порицаемым, дарами, подношениями, уважением, радующейся компанией, ты далек от прекращения оков. Но тот, кто отбросил сыновей, скот, женитьбу, и друзей, тот, такой монах, способен коснуться высочайшего самопробуждения. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 1. Согласно комментарию, здесь имеется в виду чрезмерное общение монаха с мирянами, чрезмерная озабоченность их судьбами, счастлив только когда они счастливы, печален, когда печалятся они, так он занимает себя их делами. 2. Саккара сутта «Почтение» Эти 3.32 Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, я видел существ, побежденных получением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Я видел существ, побежденных неполучением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Я видел существ, побежденных получением и неполучением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Я видел существ, побежденных неполучением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Я видел существ, побежденных неполучением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Я видел существ, побежденных и получением неполучением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Я видел существ, побежденных неполучением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Я видел существ, побежденных неполучением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Я видел существ, побежденных и получением неполучением подношений, с подавленными, загрязнениями, умами, они, после распада тела, после смерти, рождались в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, получая дары или же нет, его сосредоточение не дрогнет, он остается бдительным, он, постоянно поглощенный в джхане, с утонченным зрением и ясным видением, наслаждающийся окончанием цепляния, зовется чистым человеком. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дивасадда сутта, восклицание божеств. Эти три тридцать три. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, эти три божественных возгласа раздаются среди дэвов в надлежащих случаях. Какие три? Вот ученик благородных, обрив волосы и бороду, надевает желтые одежды и настраивается на то, чтобы покинуть дом и жить бездомной жизнью. В этом случае среди дэвов раздается божественный возглас, этот ученик благородных решился отправиться на битву с Марой. Таков первый божественный возглас, что раздается среди дэвов в надлежащих случаях. Когда ученик благородных живет, предаваясь развитию семи качеств, что являются крыльями к пробуждению, один, то по этому случаю среди дэвов раздается божественный возглас, этот ученик благородных сражается с Марой. Таков второй божественный возглас, что раздается среди дэвов в надлежащих случаях. Когда ученик благородных за счет прекращения загрязнений пребывает в освобождении ума и освобождении мудростью, которые свободны от загрязнений, зная и проявляя для себя это самостоятельно в этой самой жизни, то по этому случаю среди дэвов раздается божественный возглас, этот ученик благородных выиграл битву. Сражаясь в первых рядах, теперь он стоит победителем. Таков третий божественный возглас, что раздается среди дэвов в надлежащих случаях. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, увидев, что он выиграл битву ученик правильно самопробужденного даже дэвы склоняются перед этим великим и совершенным, почтение тебе, а величайший человек, кто одержал непростую победу, а доли в армию смерти, не скованных в своем освобождении. Так дэвы выражают свое почтение тому, кто достиг цели ума, так как не видят они, боли, в нем чего-либо, что привело бы его под власть смерти. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, крылья пробуждения, это четыре основания осознанности, четыре правильных старания, четыре основы сверхъестественных сил, пять качеств, пять сил, семь факторов просветления, и благородный восьмеричный путь. Панчапубанимитта сутта, пять знамений. Ити-три-тридцать-четыре. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, когда дэва вскоре умрет, то появляются пять знамений, его гирлянды начинают вянуть, одежда пачкается, из-под мышек идет пот, на его тело не спадает тусклость, он более не радуется на своем сидении дэвов. Дэвы, благодаря этим знаменям, зная, что этот дэва вскоре умрет, подбадривают его тремя речами, отправляясь из этого мира, почтенный, в благой удел. Отправившись в благой удел, добудь обретение, которое благостно добыть. Добыв обретение, которое благостно добыть, стань хорошо утвержденным. Когда так было сказано, некий монах спросил благословенного, но, учитель, что дэвы подразумевают под благим уделом? Что они подразумевают под обретением, которое благостно добыть? Что они подразумевают под становлением хорошо утвержденным? Человеческое рождение, монахи, подразумевают дэвы, говоря о благом уделе. Становление человеком и обретение веры в Дхамме и Винае, которым научил Татхагата, это подразумевают дэвы, говоря об обретении, которое благостно добыть. Когда эта вера в нем упрочняется, укореняется, утверждается, и усиливается, становится такой, что, ее не может уничтожить какой-либо жрец или отшельник, дэва, Мара или Брахма, или кто бы то ни было в мире, то вот что подразумевают дэвы, говоря о становлении хорошо утвержденным. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, когда дэва умирает, исчерпав своей жизнью срок, покидая компанию дэвов, то три небесных возгласа звучат это подбадривание дэвов. Отправляйся, почтенный, в благую дел в компанию людей. Став человеком, обретя веру в непревзойденную истинную Дхамму. Это твоя вера в хорошо поведанную истинную Дхамму должна стать прочной, укорененной, утвержденной и не разрушающейся до тех пор, пока ты жив. Отбросив неблагое поведение телом, речью, и умом, и все иные порочные вещи, сделав телом то, что умело, и многоумелого речью, как и умелого бескрайним умом, не подбирающим обретением тогда, сделав многое надарение, что основой является для свершения заслуг утверди других смертных во истинной Дхамме и святой жизни. С таким сочувствием дэвы, зная, когда, некий, дэва вскоре умрет, подбадривают его, возвращайся, дэва, вновь и вновь. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Бхуджанахито сутта, ради блага многих. И эти три тридцать пять. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, эти три личности, появляясь в мире, способствуют благополучию многих, счастью многих. Их сострадание ведет к благополучию, пользе, счастью богов и людей. Какие три? Вот в мире появляется Татхагата, достойный и правильно самопробужденный, совершенный в поведении, в знании и видении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он обучает Тхаме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце. Он провозглашает святую жизнь в сути деталях, всецело совершенную, непревзойденно чистую. Такова первая личность, которая, появляясь в мире, способствует благополучию многих, счастью многих, чье сострадание ведет к благополучию, пользе, счастью богов и людей. Далее появляется ученик этого учителя, достойный, уничтоживший умственные загрязнения, выполнивший задачу, завершивший дело, сбросивший тяжкий груз, достигший подлинной цели, всецело разорвавший путь и становления, освобожденный посредством достижения правильной конечной цели. Он обучает Тхаме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце. Он провозглашает святую жизнь в сути деталях, всецело совершенную, непревзойденно чистую. Такова вторая личность, которая, появляясь в мире, способствует благополучию многих, счастью многих, чье сострадание ведет к благополучию, пользе, счастью богов и людей. Далее появляется ученик этого учителя, который является обучающимся, следующим по пути, эрудированный, наделенный, благими, практиками и принципами. Он также обучает Тхаме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце. Он провозглашает святую жизнь в сути деталях, всецело совершенную, непревзойденно чистую. Такова третья личность, которая, появляясь в мире, способствует благополучию многих, счастью многих, чье сострадание ведет к благополучию, пользе, счастью богов и людей. Таковы три личности, которые, появляясь в мире, способствуют благополучию многих, счастью многих. Их сострадание ведет к благополучию, пользе, счастью богов и людей. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, учитель, великий провидец, появляется в мире первым, следом за ним идет собранный ученик, а затем обучающийся, эрудит, идущий по пути, наделенный благою нравственностью и практикой. Эти трое, главенствующие среди божественных и человеческих существ, даруя свет, провозглашают хамму, открывают дверь к бессмертному, освобождают многих от подневольности. Тот, кто следует по пути, превосходно изложенным непревзойденным вожатым каравана, тот положит страданием конец прямо здесь, в этой жизни, внимающий посланию благословенного. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. А субханопаси сутта, созерцание непривлекательности. Эти три тридцать шесть. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монахи, пребывайте, обращая внимание на непривлекательность тела. Хорошо устанавливайте осознанность к вдохам и выдохам впереди. Пребывайте, обращая внимание на непостоянство всех формаций. Ведь у того, кто пребывает, обращая внимание на непривлекательность тела, охвачен ность страстью к элементу красоты и отбрасывается. У того, у кого хорошо установлена осознанность к вдохам и выдохам впереди, у того нет отвлекающих внешних мыслей и уклонений ума. У того, кто пребывает, обращая внимание на непостоянство всех формаций, невежество отбрасывается, ясные знания и возникает. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, обращающий внимание на непривлекательность тела, осознанный к дыханию, видящий успокоение всех формаций, всегда старательный, такой монах увидел все в истинном свете. Благодаря этому он освобождается. Мастер прямого знания, умиротворенный, он мудрец, который вышел за пределы оков. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Тхамману Тхамма по типам на сутта, практика в соответствии с Тхаммой. Ити 3.37. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала. Если говорить о монахе, практикующем Тхамму в соответствии с Тхаммой, то вот как, в соответствии от Тхамме, его можно описать как практикующего Тхамму в соответствии с Тхаммой. Когда он говорит, он говорит Тхамму, а не не Тхамму. Когда он думает, он думает о Тхамме, а не о не Тхамме. Избегая обеих этих вещей, он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, Тхамма, его жилище, Тхамма, его восторг. Монах, размышляющий о Тхамме, вызывая в уме Тхамму, не отпадет от истинной Тхаммы. Когда он идет, стоит, сидит, лежит его ум внутренне и сдержан, он прямо здесь достигает умиротворения. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Анхакарана сутта, создание слепоты. Эти три тридцать восемь. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, есть три типа неумелого мышления, что создают слепоту, создают отсутствие видения, создают отсутствие знания, ведут к прекращению мудрости, граничат с недовольством, не ведут к неббане. Какие три? Мышление, наделенное чувственностью, мышление, наделенное недоброжелательностью, мышление, наделенное желанием причинить вред, создает слепоту, создает недостаток видения, создает недостаток знания, ведет к прекращению мудрости, граничат с недовольством, не ведет к неббане. Какие три? Мышление, наделенное отречением, мышление, наделенное доброжелательностью, мышление, наделенное непричинением вреда, создает неслепоту, создает видение, создает знания, питает мудрость, граничат с ней недовольством, ведет к неббане. Таковы три типа умелого мышления, что создают неслепоту, создают видение, создают знания, питают мудрость, граничат с ней недовольством, ведут к неббане. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, три умелых мысли следует обдумывать, три неумелых мысли – отвергнуть. Тот, кто успокаивает поддерживаемые мысли подобно дождю, что прибивает к земле, пыль тот посредством ума с успокоенными мыслями прямо здесь достигнет состояния покоя. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Антарамыла сутта – внутренние пятна. Эти три тридцать девять. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, есть три внутренних пятна, внутренних врага, внутренних неприятеля, внутренних убийцы, внутренних противника. Какие три? Жажда – это внутреннее пятно, внутренний враг, внутренний неприятель, внутренний убийца, внутренний противник. Злоба – это внутреннее пятно, внутренний враг, внутренний неприятель, внутренний убийца, внутренний противник. Заблуждение – это внутреннее пятно, внутренний враг, внутренний неприятель, внутренний убийца, внутренний противник. Таковы три внутренних пятна, внутренних врага, внутренних неприятеля, внутренних убийцы, внутренних противника. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, жажда причиняет вред. Жажда провоцирует ум. Люди не знают, что это опасность, рожденная изнутри. Попав под влияние жажды, жаждущий человек не знает собственного благополучия, он не видит хамы. Переполненный жаждой, он во тьме, он слеп. Но когда человек, отбрасывая жажду, не испытывает жажды к тому, к чему возможно испытать жажду, то жажда стекает его, подобно тому, как капля воды скользит по листу лотоса. Злоба причиняет вред. Злоба провоцирует ум. Попав под влияние злобы, злой человек переполненный злобой. Но когда человек, отбрасывая злобу, не испытывает злобу к тому, к чему возможно испытать злобу, то злоба спадает с него, подобно тому, как пальмовый лист отломывается от ствола пальмы. Заблуждение причиняет вред. Заблуждение провоцирует ум. Заблуждающийся человек попав под влияние заблуждения, переполненный заблуждений. Но когда человек, отбрасывая заблуждение, не испытывает заблуждения к тому, к чему возможно испытывать заблуждение, он рассеивает всякое заблуждение, подобно тому, как восходящее солнце рассеивает тьму. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дивадатта сутта, Дивадатта. И эти три сорок. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, побежденный тремя видами ложной дхаммы, с подавленным, загрязнениями, умом, Дивадатта неизбежно обречен на лишение, на ад, в течение цикла существования мира. Какими тремя? Побежденный порочными желаниями, с переполненным, загрязнениями, умом, Дивадатта неизбежно обречен на лишение, на ад, в течение цикла существования мира. Побежденный дружбой с плохими людьми, с переполненным, загрязнениями, умом, Дивадатта неизбежно обречен на лишение, на ад, в течение цикла существования мира. И когда нужно было сделать дальнейшее, он, тем не менее, остановился на полпути, довольный, малым количеством выдающихся достижений, один. Побежденный этими тремя видами ложной Дхаммы, с переполненным, загрязнениями, умом, Димвадатта неизбежно обречен на лишение, на ад, в течение цикла существования мира. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, пусть никто в этом мире никогда не перерождается с порочными желаниями. Знай, что из-за порочных желаний, его удел будет таким же, как и у всех людей я слышала, как Димвадатта, почитавшийся мудрецом, собранный, сияющий в славе пленник беспечности, оскорбил Татхагату и попал в ужасное место с четырьмя, железными, дверьми Вайовича, абсолютный ад. Тот, кто затевает козни против лишенного загрязнений, того, кто не сделал ни единого злого поступка, того самого касается зло, порочного в уме, неуважительного. Тот, кто задумает отравить океан горшком яда не преуспеет, ведь масса воды влека. Так и с тем, кто нападает со скорблениями на Татхагату праведно ушедшего с безмятежным умом оскорблений и не затронет его. Мудрец должен дружить и общаться с подобными, себе, по пути которых монах мог бы следовать и дойти до окончания страданий. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, Димвадатта, двоюродный брат Будды, решил сам встать во главе Сангхи, в результате чего произошел раскол. Он также несколько раз пытался убить Будду. Под его малым количеством выдающихся достижений подразумевается его мастерство в отношении психических сил. От гаппаса до сутта, наивысший в вере. Ити-три сорок один. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, таковы три наивысших объекта веры. Какие три? Среди всевозможных существ, безногих, двуногих, четырехногих, многоногих, с формой или бесформенных, с восприятием или без восприятия, с невосприятием, не невосприятием, тот хагата, достойный и правильно самоприбужденный, считается наивысшим. Тот, у кого есть вера в Пробужденного, имеет веру в то, что является наивысшим, тот, у кого есть вера в наивысшее, того ждет наивысший результат. Среди всевозможных качеств, сформированных или несформированных, качество бесстрастия, устранение отравления, уничтожение жажды, искоренение привязанности, разбивание круговертия, сансары, разрушение жажды, бесстрастие, прекращение, осуществление нигбаны, считается наивысшим. Тот, у кого есть вера в качество бесстрастия, имеет веру в то, что является наивысшим, тот, у кого есть вера в наивысшее, того ждет наивысший результат. Среди всевозможных сформированных качеств, благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение, считается наивысшим. Тот, у кого есть вера в благородный восьмеричный путь, имеет веру в то, что является наивысшим. Тот, у кого есть вера в наивысшее, того ждет наивысший результат. Среди всевозможных сообществ и групп, Сангха учеников Татхагата считается наивысшей, то есть четыре группы благородных учеников, взятые как пары, или восемь типов личностей, взятые как отдельные личности. Тот, у кого есть вера в Сангху, имеет веру к тому, что является наивысшим. Тот, у кого есть вера в наивысшее, того ждет наивысший результат. Таковы, монахи, три наивысших объекта веры. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, с верой осуществляя высочайшую Дхамму как высочайшую, с верой в высочайшего Будду, среди всех наиболее заслуживающего подношений, с верой в высочайшую Дхамму, успокоение и бесстрастие, блаженство, с верой в высочайшую Сангху, непревзойденное поле заслуг, сделав дары высочайшим, человек развивает наивысшую заслугу, наивысшую длительную жизнь и красоту, статус, уважение, блаженство, и силу. Сделав дары высочайшим, мудрец, утвержденный в наивысшей Дхамме, становясь человеком или небожителем, радуется, достигнув высочайшего. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Дживика Сутта «Средства к жизни» Эти три сорок два. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, и так я слышала, это низший способ добывания средств к существованию, сбор подаяний. В мире обычно говорят в качестве оскорбления, ты ходишь как попрошайка, с чаши в руке. И, все же, благоразумные молодые люди из хороших семей начинают вести так свою жизнь, имея на то серьезную причину. Их не принуждают к этому насильно ни цари, ни разбойники, ни тяготы, долгов, ни страх, ни потеря, прежних, средств к существованию. Но, они делают так, с этой мыслью, мы осаждены рождением, старением, и смертью, печалями, стенаниями, болью, беспокойствами, и отчаянием, осаждены страданиями, одолены страданиями. Ох, нужно узнать, как положить конец этой груди страданий. Но некий молодой человек из хорошей семьи, уйдя в бездомную жизнь таким образом, может желать чувственных удовольствий, иметь сильную страсть, злобу уме, порочность в своих намерениях, замутненную осознанность, он не бдительный, не сосредоточенный, с рассеянным умом, и отсутствием контроля органов чувств. Подобно полену из погребального костра, обожженному с обоих концов, а в середине измазанному нечистотами, которые нельзя использовать для розжига огня ни в деревне, ни в лесу, я говорю вам, именно таков и это человек. Он упустил радости жизни домохозяина и не исполнил цели жизни отшельника. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, он упустил и радость жизни домохозяина, и смысл жизни отшельника никчемный человек. Разрушив, эту жизнь, он бросает ее, сгорая как полено на погребальном костре. Лучше проглотить железный шар раскаленный и пылающий, чем быть таким, беспринципным и не сдержанным, и есть иду, полученную от других как подаяние. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Сангхатиканна сутта, край одеяния. Эти 3.43. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, даже если монах, держась за мое верхнее одеяние, будет идти за мной след в след, но при этом он будет желать чувственных удовольствий, иметь сильную страсть, злобу и уме, порочность в своих намерениях, замутненной осознанностью, небдительный, несосредоточенный, с рассеянным умом, и отсутствием контроля органов чувств, то в этом случае он будет далеко от меня, а я – от него. Почему? Потому что он не видит хаммы. Не видят хаммы, он не видит меня. Но даже если монах будет жить в сотни лик от меня, но при этом у него не будет ни жажды к чувственным удовольствиям, ни сильных страстей, ни злобы уме, ни порочности в своих решениях, с установленной осознанностью, бдительный, сосредоточенный, собранным умом, и хорошо сдержанный в органах чувств, он будет близко ко мне, а я – к нему. Почему? Потому что он видит хамму. Видят хамму, он видит меня. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, даже если он идет позади, полный желаний, недовольства, посмотри, как он далеко. Но мудрый, напрямую зная дхамму, цель дхаммы спокоен и непоколебим, как пруд, не затронутый ветром. Посмотри, как он близко. Невстревоженный от невстревоженного, раскованный от раскованного, лишенный жадности от лишенного жадности. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Аггисута, пламя. Эти три сорок четыре. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, монахи, есть эти три пламени. Какие три? Пламя страсти, пламя злобы, пламя заблуждения. Таковы, монахи, эти три пламени. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, пламя страсти полыхает во смертном человеке, возбужденном, сметенном чувственными желаниями. Пламя злобы полыхает в злом человеке, отнимающем жизнь. Пламя заблуждения полыхает в запутанном человеке, не знающем благородного учения. Не понимая этих трех видов пламени, люди, радующиеся самоутверждению, не могут освободиться от кандалов марой, пополняют ряды существ ада, утробы животных, ряды демонов, и царство голодных духов. Тогда как тот, кто день и ночь предан учением правильно самоприбужденного, тот гасит огонь страсти, постоянно наблюдая нечистые. Такие величайшие люди гасит пламя злобу добротой и пламя заблуждения мудростью, ведущей к постижению. Они, умелые, неустанные днем и ночью, погасив, всякое пламя, целиком, познав страдания, освобождены без остатка. Они, мудрые, с достижением благородного мудрого видения, правильной, конечной, цели, напрямую зная о кончании рождения, не придут к будущему становлению. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. У Папарикха Сутта, Исследовании Эти 3.45 Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, монах должен исследовать так, чтобы его сознание не рассеивалось и не распылялось внешне, и не укоренялось внутренне, один. Таким образом, он, из-за отсутствия цепляний, не взволнован, и не останется зерна для возникновения будущего рождения, старения, смерти, или страданий. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, для монаха, отбросившего семь привязанностей, и встранившего проводника, два, дальнейшее скитание по перерождениям завершены, не будет будущего становления. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 1. Прим-переводчик АСВ, имеется в виду, чтобы ум не устремлялся к внешним объектам и мыслям, и не прилипал к внутренним феноменам, например, чхановым факторам восторга и счастья. 2. Семь привязанностей, жажда, злоба, заблуждение, воззрение, самомнение, загрязнение, и неблагое поведение. 3. Подпроводником понимается жажда, ведущая к становлению. Камупапати сутта, чувственное желание. Эти 3.46. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть три способа обретения чувственных удовольствий. Какие три? Есть те, у кого уже есть чувственные удовольствия, есть те, кто наслаждается сотворением, есть те, кто имеет власть над сотворенным другими, один. Таковы три способа обретения чувственных удовольствий. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, дэвы, у которых уже есть чувственные удовольствия, те, которые управляют творениями других, и те, кто наслаждается творением, как любые, существа, что наслаждаются усладой чувств, находясь в этом самом состоянии, или где-либо еще, не выходят за пределы скитаний, по сенсаре. Зная этот изъян чувственных удовольствий, мудрец должен отбросить все чувственные желания, людские или божественные. Обрубив поток жажды к приятным притягательным формам, которые так трудно преудолеть, всецело познав страданий, он полностью освобождается. Такие мудрецы, с достижением благородного мудрого видения, правильной, конечной, цели, напрямую зная о кончании рождения, не придут к будущему становлению. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, очевидно, что речь идет о трех уровнях дэвов, проживающих в небесных обителях мира чувств. Среди них наивысшим являются управляющие творениями других. Кама-йога сутта, Ерму. Ити 3.47. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, скованный Ермом чувственности и Ермом становления, он тот, кто возвращается, вернется в этот мир. Отсоединенный от Ерма чувственности, но прикованный Ермом становления, он не возвращающийся, он не вернется в этот мир. Освобожденный от Ерма чувственности и от Ерма становления, он, Арахант, чьи загрязнения окончены. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, связанное Ермом чувственности и Ермом становления, существа скитаются в санцаре, что ведет к рождению и смерти. Тот, кто отбросил чувственные, но не достиг окончания загрязнений, тот привязан Ермом становления и зовется невозвращающимся. Тот, кто достиг окончания загрязнений, тот, хоть еще и в мире, но уже вышел за его пределы. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Калийна сила сутта, хорошее поведение. Ити 3.48. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала. Монах, наделенный яркой нравственностью, яркими качествами, яркой мудростью, в этой Дхам-Авинае называется тем, кто исполнил, свою задачу, зовется, высочайшей личностью. И каким образом монах наделен яркой нравственностью? Вот монах нравственный. Он живет сдержанно, в соответствии с Потимокхой, совершенный в своем поведении и своей деятельности. Он тренирует себя, следуя принятым правилам, и видя опасность в малейшем их нарушении. Вот каким образом монах наделен яркой нравственностью? Таков монах, наделенный яркой нравственностью. И каким образом монах наделен яркими качествами? Вот монах живет, предаваясь развитию семи, групп, качеств, что являются крыльями к пробуждению, один. Вот каким образом монах наделен яркими качествами. Таков монах, наделенный яркой нравственностью и яркими качествами. И каким образом монах наделен яркой мудростью? Вот монах посредством окончания загрязнений пребывает в освобождении ума и освобождении мудростью, который свободный от загрязнений, зная и проявляет это для себя самостоятельно в этой самой жизни. Вот каким образом монах наделен яркой мудростью. Таков монах, наделенный яркой нравственностью, яркими качествами и яркой мудростью. В этой Дхамовинае он называется тем, кто исполнил свою задачу, зовется высочайшей личностью. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, не имеющий проступков мысли, слове и деяний, он называется человеком яркой нравственности, добросовестный монах. Хорошо развит и в качествах, что ведут к достижению самопробуждения, он называется человеком ярких качеств, непритязательный монах. Зная прямо здесь и сейчас для себя самостоятельно окончание страдания, он называется человеком яркой мудрости, лишенный загрязнений монах. Он совершенный во всем этом, не обеспокоенный, не имеющий сомнений, не привязанный ни к чему в мире. Про него говорят, что он отбросил все. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, крылья к пробуждению, это четыре основания осознанности, четыре правильных старания, четыре основы сверхъестественных сил, пять качеств, пять сил, семь факторов просветления, и благородный восьмеричный путь. Дана сутта, даяние. Эти три сорок девять. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, есть два вида даров, дар материальных вещей и дар Дхаммы. Из них наивысшим является следующий, дар Дхаммы. Есть два вида того, чем можно поделиться, материальными вещами и Дхаммой. Из этих двух, наивысшим является вот что, Дхамма. Есть два вида помощи, помощь материальными вещами и помощь Дхаммой. Из этих двух, наивысшим является следующий, помощь Дхаммой. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, разве ли кто-либо, уверенный в высшем поле заслуг, мудрый и понимающий, не сделал бы в надлежащий момент этого дара, который благословенный восхвалял и описывал как наиболее высочайший и непревзойденный? И для тех, кто провозглашает, полезность дара, и для тех, кто слушает, уверенных в послании благословенного это, дарение, очищает их наивысшее благо, благо, тех, кто внимает посланию благословенного. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Твиджи сутта «Тройственные знания». И эти три пятьдесят. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, на основании силы Дхаммы я говорю, о человеке, как о брахмане, владеющем тремя знаниями, но, не говорю так, о другом, которого считают, брахманом, лишь из-за декламации, им, вслух по памяти, выученного. И каким образом я говорю, о человеке, как о брахмане, владеющем тремя знаниями, но, не говорю так, о другом, которого считают, брахманом, лишь из-за декламации, им, вслух по памяти, выученного. Вот монах вспоминает многочисленные прошлые жизни, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы свертывания мира, многие циклы развертывания мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился, теперь уже, здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Это первое знание, которое он обрел. Невежество было уничтожено. Знание появилось. Тьма была рассеяна. Возник свет. Так происходит с тем, кто прилежен, старателен, решителен. Затем монах видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, которые имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшееся неправильных воззрений и действовавшее под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, которые имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшее благородных, придерживавшееся правильных воззрений и действовавшее под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благих уделах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ, он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Это второе знание, которое он обрел. Невежество было уничтожено. Знание появилось. Тма была рассеяна. Возник свет. Так происходит с тем, кто прилежен, старателен, решителен. Затем монах за счет прекращения умственных загрязнений пребывает в освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя в этой самой жизни. Это третье знание, которое он обрел. Невежество было уничтожено. Знание появилось. Тма была рассеяна. Возник свет. Так происходит с тем, кто прилежен, старателен, решителен. Вот каким образом на основании силы Дхаммы я говорю, о человеке, как о Брахмане, владеющем тремя знаниями, но, не говорю так, о другом, которого считают, Брахманом, лишь из-за декламации, им, вслух по памяти, выученного. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, он знает свои прошлые жизни. Он видит небеса и нижние миры. Он достиг окончания рождения мудрец, освоивший полное знание. Путем обретения этих трех знаний, он становится Брахманом, владеющим тремя знаниями, один. Его я называю человеком трех знаний, а не другого, который декламируют заученные. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Один, в религии Брахманов человек трех знаний – это тот, кто выучил три веды. В этой строфе брахманическому понятию придается новый, буддийский смысл. Брахмана Дхаммаяга сутта, подношение Дхаммы. И эти четыре один. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, я Брахман, отсывчивый к просьбам, великодушный, носящий свое последнее тело, непревзойденный доктор-хирург. Вы мои дети, мои сыновья, рожденные из моего рта, рожденные из Дхаммы, созданные Дхаммой, наследники Дхаммы, не наследники материальных вещей. Есть два вида даров – дар материальных вещей и дар Дхаммы. Из них наивысшим является следующий – дар Дхаммы. Есть два вида того, чем можно поделиться – материальными вещами и Дхаммой. Из этих двух, наивысшим является вот что – Дхама. Есть два вида помощи – помощь материальными вещами и помощь Дхаммой. Из этих двух наивысшим является следующий – помощь Дхаммой. Есть два вида массовых подношений, массовое подношение материальных вещей и массовое подношение Дхаммы. Из этих двух наивысшим является следующий, массовое подношение Дхаммы. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, нескупой, делающий массовое подношение Дхаммы, Татхагата, сострадательный ко всем существам, такому, лучшему из существ, божественных и человеческих живущие оказывают почтение тому, кто вышел за пределы становления. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Сулабха сутта, легко заполучить. И эти четыре два. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, эти четыре вещи почти ничего не стоят, легко получаемы, и не вызывают порицания. Какие четыре? Выброшенная ткань почти ничего не стоит, легко получаема, и не вызывает порицания. Еда, полученная как подаяние, почти ничего не стоит, легко получаема, и не вызывает порицания. Подножье дерева в качестве жилища почти ничего не стоит, легко получаема, и не вызывает порицания. Лекарство, сделанное из вонючей мочи, один, почти ничего не стоит, легко получаема, и не вызывает порицания. Таковы четыре вещи, которые почти ничего не стоят, легко получаемы, и не вызывают порицания. Когда монах удовлетворен тем, что почти ничего не стоит, легко получаемо, и не вызывает порицания, то тогда, я говорю вам, он наделен одним из факторов жизни отшельника. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, довольствующийся тем, что не вызывает порицаний, почти ничего не стоящим, легко добываемым, его ум не озабочен жилищем, одеждой, едой, или питьем, все четыре стороны света для него не преграда. Эти вещи объявлены благоприятными для отшельнической жизни, которыми обладает прилежный, довольствующийся монах. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Один, лекарство, одна из базовых необходимостей монаха. Есть некоторые разночтения по поводу того, что здесь имеется в виду, лекарство, из трав, замоченное в моче, или же сама моча в качестве лекарства, что все еще практикуется в некоторых частях Азии по сей день. Асавакхвая сутта, уничтожение загрязнений. Эти четыре три. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. Итак, я слышала, только тот, кто знает и видит, я говорю вам, может уничтожить загрязнение, а не тот, кто не знает и не видит. И каким образом тот, кто знает и видит, может уничтожить загрязнение? Тот, кто знает и видит, это, страдание, может уничтожить загрязнение. Тот, кто знает и видит, это, источник страдания, может уничтожить загрязнение. Тот, кто знает и видит, это, прекращение страдания, может уничтожить загрязнение. Тот, кто знает и видит, таков путь практики, что ведет к прекращению страдания, может уничтожить загрязнение. Тот, кто знает и видит таким образом, может уничтожить загрязнение. И в отношении этого было сказано, для обучающегося ученика, идущего по прямому пути, возникает, «Вначале, знание и окончание, затем, непревзойденное конечное знание, затем, знание того, кто освобожден. Знание и освобождение, наивысшее, знание и окончание, все путы уничтожены. Вне сомнений, достижение негбаны, развязывание всех узлов, невозможно для ленивого глупца, непонимающего. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала». Самана Брахмана Сутта, жрецы и отшельники. Эти четыре-четыре. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, любой жрец или отшельник, который не распознает в соответствии с действительностью, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь к прекращению страдания. Не для меня такие жрецы или отшельники не считаются жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников. Более того, они не достигают и не пребывают в цели жреческой жизни или цели жизни отшельника, не проявив и не засвидетельствовав этого напрямую для себя самостоятельно в этой самой жизни. Но любые жрецы и отшельники, которые распознают в соответствии с действительностью, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь к прекращению страдания. Для меня такие жрецы или отшельники считаются жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников. Более того, они достигают и пребывают в цели жреческой жизни или цели жизни отшельника, проявив и засвидетельствовав это напрямую для себя самостоятельно в этой самой жизни. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, тот, кто не видит страдания, его причины, и того, где оно всецело устраняется без следа, кто не знает пути, ведущего к успокоению страданий, низкий в своем освобождении ума и освобождении мудростью, не способный положить конец, он направляется к рождению и старению. Но тот, кто видит страдания, его причины, и то, где оно всецело устраняется без следа, кто распознает путь, ведущий к успокоению страданий, совершенных в своем освобождении ума и освобождении мудростью, способный положить конец, тот не направляется к рождению и старению. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Силасампанна сутта, совершенство в нравственности. Эти 4 и 5. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, эти совершенные в нравственности, совершенные в сосредоточении, совершенные в мудрости, совершенные в освобождении, совершенные в знании и видении освобождения монахи, которые восхваляют, показывают, наставляют, подбадривают, побуждают, воодушевляют, которые могут правильно указать на подлинную Дхамму, даже, в видениях, я говорю вам, уже осуществляют. Осуществляют многое, даже, в слушаниях, подхождении, с вопросами, к ним, посещениях, памятовании о них, следовании за ними в бездомной жизни, монаха, уже осуществляют многое. Почему? Потому что совершенство качества знания и видения освобождения доходят до совершенства в своем развитии. Такие монахи считаются учителями, вожаками, отбрасывателями вредного, рассевателями тьмы, создателями света, создателями сияния, создателями яркости, создателями блеска, создателями освящения, благородными, наделенными глазами, которые видят. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, таково условие создания радости в том, кто знает, жизнь в Дхамме благородных, собранных, которые освящают истинную Дхамму, делают ее яркой, блистающей, создателями света, просветленной, отбрасывателями вреда, имеющие глаза, что видят. Таковы четыре месторождения жажды, где жажда монаха, устремляясь к рождению, рождается. Какие четыре ради одежды жажда монаха, устремляясь к рождению, рождается ради еды с подаянией жажда монаха, устремляясь к рождению, рождается ради жилища жажда монаха, устремляясь к рождению, рождается ради становления или не становления таким или иным, жажда монаха, устремляясь к рождению, рождается. Таковы четыре месторождения жажды, где жажда монаха, устремляясь к рождению, рождается. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, имея своим спутником жажду, человек блуждает долгое-долгое время. Не в этом состоянии здесь, нигде-либо еще, он не выходит за пределы скитаний. Зная этот изъян, эту жажду, что приводит к страданию свободной от жажды, лишенной цепления, осознанный, монах живет бездомной жизнью. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. С Абрахмака сутта, с Брахмой. И те четыре семь. Так было сказано Благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, живут рядом с Брахмой те семьи, где отец и мать уважаются детьми. Живут рядом с первыми дэвами те семьи, где отец и мать уважаются детьми. Живут рядом с первыми учителями те семьи, где отец и мать уважаются детьми. Живут рядом с достойными даров те семьи, где отец и Отец и мать уважаются детьми. Брахма означает отца и мать. Первый дэв означает отца и мать. Первый учителя означает отца и мать. Достойный даров означает отца и мать. Почему? Отец и мать делают многое для своих детей. Они заботятся о них, растят их, открывают им этот мир. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, отец и мать, сострадательные к своей семье, зовутся Брахмой, первыми учителями, теми, кто достоин даров от своих детей. Мудрец должен оказывать им почтение, благодарить едой и питьем, одеждой и жильем, мазать мазями, купать, омывать их ноги. Поступает так по отношению к своим родителям. Мудрые делают правильное дело и после смерти. Возрадуются в небесном мире. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Бахукара сутта, крайне полезны. Эти 4.8. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. И так я слышала, монахи, брахманы и домохозяева крайне полезны вам, так как снабжают вас одеяниями, едой, жилищами и лекарствами. И вы, монахи, крайне полезны брахманам и домохозяевам, так как учить их Дхаме, прекрасной в начале, прекрасной в середине, и прекрасной в конце, разъясняя святую жизнь в букве и в духе, всецело совершенную, непревзойденно чистую. Таким образом, святая жизнь ведется во взаимной зависимости ради пересечения океана, сенсары, ради правильного окончания страданий. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, домохозяева и бездомные, монахи, зависят друг от друга и те и те достигают подлинной Дхаммы, непревзойденной защиты от подневольности. От домохозяев бездомные, монахи, получают необходимые, одежды, жилье, защиту от ненасти. Зависят бездомных, монахов, дорожащие своим очагом домохозяева имеют веру в арахантов, наделенных благородной мудростью, поглощенных в джхане. Практику от Дхамму здесь и сейчас путь, ведущий в благие уделы восторгаясь мир удовав, они радуются, наслаждаясь чувственными удовольствиями. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Куха сутта, обманщик. Ити 4.9. Так было сказано благословенным, сказано арахантом, «Итак я слышала, те, монахи, лживые, упрямые, болтливые, высокомирные, обманщики, несобранные, это не мои последователи. Они отвернулись от этой Дхаммы Винаи. В рамках Дхаммы Винаи они не достигают роста, возрастания, или процветания. Но те монахи, которые не лживые, не упрямые, не болтны, просветленные, покладистые, собранные, это мои последователи. Они не отвернулись от этой Дхаммы Винаи. В рамках Дхаммы Винаи они достигают роста, возрастания, и процветания. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, лживые, упрямые, болтливые, высокомирные, занощивые, несобранные они не растут в Дхамме, поведанной правильно самопробужденным. Ни лживые, ни болтны, просветленные и покладистые, собранные, они растут в Дхамме, поведанной правильно самопробужденным. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. На Дисото сутта, речной поток. Ити 4.10. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала. «Представьте, как если бы человека несло по течению реки, чудесной и притягательной, и другой человек с хорошим зрением, стоя на берегу реки и завидев его, сказал бы, почтенный, хотя тебя несет по течению этой чудесной и притягательной реки, там ниже по течению, море с волнами и водоворотами, с монстрами и демонами. Когда ты достигнешь этого моря, ты переживешь смерть или смертельной муки. Тогда первый человек, услышав слова второго человека, стал бы грести руками и ногами против течения. Я привел для вас этот пример, чтобы показать, его, значение. Значение таково. Течение реки означает жажду. Чудесное и притягательное означает шесть внутренних сфер чувств. Море ниже по течению означает пять нижних оков, один. Волны означают злобу и беспокойство. Водовороты означают пять нитей чувственного удовольствия. Монстры и демоны означают, лиц, противоположного пола. Против течения означает отречение. Усилие грести руками и ногами означает зарождение усердия. Человек с хорошим зрением на берегу означает Татхагату, достойного и правильно самопробужденного. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, даже если это приносит боль, вы должны отбросить чувственное желание, если хотите в будущем достичь свободы от подневольности. Осознанный, с хорошо освобожденным умом. Коснись освобождения прямо здесь, прямо сейчас. Обладатель мудрости, исполнивший святую жизнь, зовется тем, кто подошел к окончанию мира, вышел за его пределы. Это также было сутью того, что сказал благословенный, «И так я слышала». Один, пять нижних оков, воззрение я, сомнение, привязанность к правилам и предписаниям, чувственное желание, недоброжелательность. Прим-переводчик А.С.В., устранивший пять этих оков, называется невозвращающимся, поскольку он переродится в высочайшем мире чистых обителей и там обязательно достигнет нигбаны, не возвращаясь оттуда назад в мир чувств. Чара сутта, во время ходьбы. Эти 4.11. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом. «И так я слышала, если по мере ходьбы в монахе возникает мысль, основанная, на чувственности, мысль, основанная, на недоброжелательности, мысль о причинении вреда, и если он быстро не отбросит эту мысль, не рассеет ее, не изничтожит, не выметит из существования, то такой монах, идущий с подобным отсутствием старания и заботы, об устранении таких мыслей, зовется постоянно и непрерывно впавшим в апатию вялым в своем усердии. Если в тот момент, когда он стоит. Если в тот момент, когда он сидит. Если в тот момент, когда он лежит, в монахе возникает мысль, основанная, на чувственности, мысль, основанная, на недоброжелательности, мысль о причинении вреда, и если он быстро не отбросит эту мысль, не рассеет ее, не изничтожит, не выметит из существования, то такой монах, лежащий с подобным отсутствием старания и заботы, об устранении таких мыслей, зовется постоянно и непрерывно впавшим в апатию вялым в своем усердии. Но если по мере ходьбы в монахе возникает мысль, основанная, на чувственности, мысль, основанная, на недоброжелательности, мысль о причинении вреда, и он быстро отбрасывает эту мысль, рассеивает ее, изничтожает, выметает из существования, то такой монах, идущий с подобным старанием и заботой, об устранении таких мыслей, зовется постоянно и непрерывно решительным, поддерживающим усердие. Если в тот момент, когда он лежит, в монахе возникает мысль, основанная, на чувственности, мысль, основанная, на недоброжелательности, мысль о причинении вреда, и он быстро отбрасывает эту мысль, рассеивает ее, изничтожает, выметает из существования, то такой монах, лежащий с подобным старанием и заботой, об устранении таких мыслей, зовется постоянно и непрерывно решительным, поддерживающим усердие. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, во время ходьбы, стоя, сидя, или лежа тот, кто мыслит неблагие мысли, люди, относящиеся к жизни домохозяина, тот никоим образом не продвигается по пути, сметенный обманчивыми вещами. Такой монах не способен коснуться непревзойденного самопробуждения. Но тот, кто во время ходьбы, стоя, сидя, или лежа, преодолевает неблагую мысль, наслаждаясь успокоением мысли, такой монах способен коснуться непревзойденного самопробуждения. Это также было сутью того, что сказал благословенный, «И так я слышала». Сампаннасила сутта «Совершенство в нравственности». И эти 4.12. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, «И так я слышала». Будьте совершенны в нравственном поведении, монахи, и будьте совершенны в потимокхи. Живите сдержанно в соответствии с потимокхой, совершенные в поведении и делах. Тренируйте себя, приняв, монашеские, правила, видя опасность в их малейшем нарушении. Когда монах совершенен в нравственном поведении, совершенен в потимокхе, живет сдержанно в соответствии с потимокхой, совершенен в поведении и делах, тренирует себя, приняв, монашеские, правила, видя опасность в их малейшем нарушении, то что следует делать далее. Если во время ходьбы всякая жажда в монахе устранена, как и, всякая недоброжелательность, всякая лениапатия, всякая неугомонность и сожаление, всякие сомнения, если его усердие поддерживается и не ослабевает, если его осознанность утверждается и не замутняется, если его тело спокойное и невзбудораженное, если его ум сосредоточен и объединен, тогда монах, идущий с подобным старанием и заботой об устранении этих помех, зовется постоянным непрерывно решительным, поддерживающим усердие. Если во время того, как он стоит, если во время того, как он сидит, если во время лежания всякая жажда в нем устранена, как и, всякая недоброжелательность, всякая лениапатия, всякая неугомонность и сожаление, всякие сомнения, если его усердие поддерживается и не ослабевает, если его осознанность утверждается и не замутняется, если его тело спокойное и невзбудораженное, если его ум сосредоточен точен и объединен, тогда монах, лежащий с подобным старанием и заботой, об устранении этих помех, зовется постоянным и непрерывно решительным, поддерживающим усердие. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, контролируя себя при ходьбе, стоя, сидя, лежа, при сгибании и распрямлении своих членов сверху, вокруг и снизу, докуда распространяется мир, наблюдая происхождение и исчезновение феноменов, в совокупности такой монах, пребывая столь старательно, не неугомонно, всегда осознанный, развивающий овладение безмятежным умом зовется постоянно решительным. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Лока Сутта, Мир. Ити 4.13. Так было сказано благословенным, сказано Арахантом, и так я слышала, Татхагата полностью пробудился в мир. От мира Татхагата отделен. Татхагата полностью пробудился в возникновении мира, один. Возникновение мира было отброшено Татхагатой. Татхагата полностью пробудился в прекращении мира. Прекращение мира было полностью реализовано Татхагатой. Татхагата полностью пробудился в путь, ведущий к прекращению мира. Путь, ведущий к прекращению мира, был развит Татхагатой. Все в этом мире с его дэвами, марами, брахмами, с его поколениями жрецов-отшельников, князья, простых, людей, все, что может быть, увидено, услышано, ощущено, познано, постигнуто, измышлено умом, во все это Татхагата полностью пробудился. Поэтому он зовется Татхагатой. С той ночи, когда Татхагата полностью пробудился в непревзойденное правильное самопробуждение, вплоть до той ночи, когда он полностью освободился в элементе нигбаны без остатка, чтобы не произнес Татхагата, не сказал, не объяснил, все это просто таковое и не иное. Поэтому он зовется Татхагатой. Татхагата поступает в соответствии с таковостью в том, как он учит, он учит в соответствии с тем, что он делает. Поэтому он зовется Татхагатой. В этом мире с его дэвами, марами, брахмами, с его поколениями жрецов-отшельников, князья, простых, людей, Татхагата является непобежденным победителем, всевидящим, обладателем могущества, два. Поэтому он зовется Татхагатой. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано, напрямую зная весь мир, все в мире в соответствии с действительностью, отсоединенный от всего в этом мире, во всем мире несравненный, побеждая все всеми способами, просветленный, свободный от всех оков, он касается наивысшего покоя нигбаны, свободный от страха. Он лишен загрязнений, беспокойств, пробужденный, его сомнения отрезаны, достигшие окончания каммы, он освобожден уничтожением обретений. Он благословенный, пробужденный, лев, непревзойденный. В мире с его дэвами, он повернул колесо брахмы, три. Поэтому божественные человеческие существа, обратившиеся к Будде за прибежищем, собираясь, выказывают почтение величайшему, всесовершенному, укращенный, он лучший среди тех, кто может быть укращен, спокойный, он видит тех, кто может быть успокоен, освобожденный, он наивысший среди тех, кто может быть освобожден, переплывший. Так они выражают почтение великому, в этом мире с его дэвами, нет никого, кто мог бы сравниться с тобой. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала.